Великое делание, или удивительная история доктора Меканикуса и его собаки Альм и государственное издательство Деско-Литсратор Министерства Просвещения РСФСР Москва 1959. Художникс, монахов, дорогие читатели, в этой фантастической повести вы познакомитесь с необычайной историей и приключениями Бактора Мека Никуса, последнего представителя древнего рода фламандских алхимиков. Став обладателем тайны своих предков, он создает газ с чудесными свойствами. Открытия пытаются использовать темные силы католической церкви для обурманивания верующих. Меканикус и его друзья отважно вступают с ними в полную опасность и борьбу. Эта повесть расскажет ноль некоторых интересных и загадочных страницах из истории алхимии, уже науки темного средневековья, на смену которой пришла могучая современная наука, химия. Глава «Первое тайствие и происшествие по дороге Т» меня разбудил звонок. Пока я одевался, звонок у входной двери повторился еще раза два. На часах было пять. Я вышел во двор и открыл калитку. Перед воротами стоял автомобиль. Передняя дверца его была открыта. За рулем сидел человек в запыленном синем халате. «Это вы звонили?» Спросил я. Сидящий за рулем не ответил. Он молча смотрел перед собой и о чем-то думал. Потом качнул головой. «Вы звонили?» «В чем дело?» Вновь спросил я. Человек повернул ко мне голову. Казалось, он мучительно вспоминает. «Где он и что знак авторского права ним?» «Вода!» Неожиданно быстро заговорил он. «Вода в машина!» «Мне пить!» Он очень плохо говорил по-русски. «И тысячу, как сказать, извиняйте. Еще рано утро. Нет, нет, не извиняйтесь, вы как раз вовремя меня разбудили. Я сейчас принесу ведро. Наше ведро. У меня есть наше ведро». Путешественник вылез из машины и позвал. «Альма!» «Альма!» Из-за каменного столба ворот вышла крупная овчарка с белым треугольником на груди. Она торопливо бросилась к багажнику машины, ткнулась пастью в какие-то зажимы, щелкнула ими и подошла к хозяину, держа в зубах помятое ведро. Путешественник прошел во двор и открыл кран. «Альма!» Поднесла ведро под струю воды, а когда оно наполнилось на три четверти, понесла его к машине. Ведро было очень тяжелым для собаки, перед нее лапы ее дрожали от напряжения, но воду она не расплескала. Хозяин собаки налил воду в радиатор, наволнил большой термос. Собака вскочила на сиденье РЯ ДОМ с ним, машина тронулась. Я вышел на улицу и проводил ее глазами. «Честное слово», — сказал я самому себе, но звонила мне тоже эта собака, как только она дотянулась до кнопки. Раннему звонку я был рад, так как сегодня предстоял очень хлопотный день. Прежде всего нужно было пораньше поехать на работу, где мне обещали выдать отпускные деньги, потом заехать в питомник за гибридными семенами, зайти на почту, побывать в трех магазинах наскоро позавтракал. Я вывел велосипед на улицу, запер ворота и поехал. Велосипед бесшумно катил по тонкой дорожной пыли шассейной обочины, изредка подпрыгивая на камнях. Минут через двадцать я уже был бы у цели, как вдруг впереди у съезда на мост, увидел беспорядочное скопление ее машин. Путь был закрыт. Я подкатил поближе, и мне бросилась в глаза знакомая машина. Но в каком виде? Налетев с размаху на придорожные бетонные столбики, она повалила три из них и замерла, как наколотый на булавку большой черный жук. Радиатор был разбит, земля вокруг, в лужицах из воды, масло горючего. Водителя уже вытащили из кабины, положили в сторонку на траву. Когда я подъехал, его бережно поднимали, чтобы перенести в стоящую рядом машину скорой помощи. Что с ним? Спросил я у врача. Он жив. Врач ничего не ответил. Как жаль, вырвалось у меня, такой крепкий парень и и вдруг. Вы что знаете его? Спросил один из шиферов. Нет, но путром у меня воду в радиатор доливал. Меня окружили. Когда это было? Минут сорок назад, не больше. Особый интерес к моему рассказу проявил высокий лейтенант милиции. Он провел меня к машине и широко распахнул дверцы. Где термос? Строго спросил он. Он висел у него через плечо, на тонком черном ремешке. Лейтенант бросился к уже отъезжавшей машине скорой помощи и спросил у врача про термос. Тот отрицательно покачал головой. А что с собакой? Спросил я. Собакой? С какой собакой? Никакой собаки не было, никакой. Заговорили вокруг. Да эту ли машину вы видели? Спросил лейтенант. Была, была собака. Неожиданно произнес до черна загорелый старик, подошедший к нам со стороны бескрайнего, уже убранного поля. Была, сам видел. Как машина врезалась, так из нее пес как выскочит. И в зубах что-то держал, флягу, вроде какую, на ремешке. И бегом, бегом. Меня увидел. Я вон где стоял. Старик показал рукой на сток сяка, за которым раскинулась зеленая роща. Увидел меня и в сторону свернул. Вон куда побежь, на всякий случай я ваш адресок запишу, сказал мне лейтенант. И не заметили ли вы, водитель как пьян не был? Нет, не думаю. Утро раннее. Нет, не был. Со стороны города раздался шум мотоциклетных моторов. В клубах Рыли к нам приближалось несколько мотоциклов. Это были пограничники. Они окружили машину, и майор-пограничник сказал. Она? Смотрите на номер. Вот куда ее занесло. Пять протокол уже составили. Обратился он к толпе. Где пострадавший? Увезли в город, доложил лейтенант милиции. Врач говорит, безнадежен. Все обмеры произвели. Отрезы свидетелей записаны, фотоснимки сделаны. К машине приставить охрану. Приказал майор. Кто шофер грузовика? Ну-ка давайте трос, машину в кювет вертикальный слэш. И разъезжайтесь, товарищи. Люди стали расходиться. Один из грузовиков уволок останки машины в ее глубокий придорожный ров. И то, что произошло вслед за этим, очень трудно подается описанию. Едва разбитая машина тронулась в знак авторского права места, как перед моими глазами возник мой дом. Возник с такой ясностью, с таким обилием подробностей, что засловил все окружающее. Мне казалось, что я могу пройти вглубь своего двора, к сараю. Вот я иду по сосновым стружкам, устилавшим пол сарая. И я почувствовал запах смолы. Вот я возвращаюсь, что-то ищу. Да ищу. Я не могу найти своего сибиряка, худенькую голосистую собачку, доставшуюся мне от прежних хозяев. Да, да, сибиряка нет. Меня что-то тревожило с раннего утра. Но куда он запропастился? И я бродил по дорожкам своего сада, пока не споткнулся о что-то, что было совершенно невидимым и что никак не могло лежать на совершенно ровной песчаной дорожке. Я наклонился, ощупал землю, теплую, рассыпчатую, переплетенную корнями, с торчащими острыми соломен, камень. Я не видел эту землю, но внутренним глазом оющал, представлял ее. Нет, я не думаю, я, видимо, где-то в поле, возле потерпевшей аварию машины, где-то в поле. Да, да, грузовик дернул автомашину, и что-то произошло. Уйти, уйти с этого проклятого места. А вот и солнце. Я не видел его, чувствовал только его тепло, но когда поднял голову, то диск солнца, темно-красный и ярко очерченный, проглянул сквозь очертания тех предметов, которые я, казалось, видел, но которых в действительности вокруг меня не было. Я побрел прямо на этот диск солицеа. Шел осторожно, спотыкаясь на каждом шату. Вот показалась роща, та самая роща, в которой, по словам старика, скрылась альма. Роща появилась смутшественным пятном, но она была настоящей ненавождением, как все остальные картины. Я резко повернул голову, и роща исчезла. Да, да, это настоящая роща. Вот она все яснее и яснее. Я пришел в себя возле рощи. Мир меньше, чем на вас, стал на свое место. Теперь я видел все вокруг, видел далеко и ясно. Вот дорога, мост и разбитая машина в кювете. А вокруг люди. Они расходятся в разные стороны от моста. Нет, они не идут, они ползут. Я различил кружащегося на одном месте старика-крестьянина. Пограничник, шатаясь, вел прямо через поле свой мотоцикл. Он медленно шел наискосок от меня. Вот он натолкнулся на высокий сток сена. Бросил мотоцикл. Неужели не догадается об Уэзи? Нет, догадался. Руки вытянул прямо перед собой и глядя вверх, обходит сток. Он так же, как и я, пользуется солнцем, как ориентиром. Вышел. Вот он идет все быстрее и быстрее. Побежал. Неожиданно показался грузовик. Шофер, ничего не подозревая, ввел его по дороге прямо к мосту. Я бросился ему на перерез. Стой. Закричал я ему изо всех сил. Стой. Грузовик остановился. Туда нельзя. Говорил я, едва переводя дух. Нельзя. Это почему? Спокойно спросил шофер. Туда нельзя. Там какая-то чертовщина. Ну ладно, сказал шофер, трогая знак авторского права места. Я думал подвезти вас. Прощайте, одним словом. Грузовик промчался мимо. Я меньше чем ужасом смотрел ему вслед. Вот он проехал сто метров, двести. И вдруг резко свернул в сторону глубокой канавы, но шофер в последнее мгновение успел затормозить. Переднее колесо грузовика повисло над кюветом. Эй, приятель! Закричал я шоферу. Иди на голос. Давай сюда. Шофер, нащупав руками край рва, довольно быстро пошел в мою сторону. Он шел прямо по дну канавы, никуда не сворачивая. Я позавидовал его догадливости. Скоро он увидел меня и побежал. Чего стоишь? Закричал он мне еще издали. Надо дорогу перегородить. Не слушал. Я же говорил. Нет, поехал. Семь. Да что говорил. Нужно закрыть дорогу меньше, чем обеих сторон. С той стороны ее перекрыли пограничники. Видишь, пускают машины в объезд. И через полчаса место происшествия было оцеплен, дорога закрыта от самого города. Ко мне подошел ли, тенант милиции? Что вы обо всем этом думаете? Спросил он меня. Гипноз какой-то или что? У меня закружилась голова, все перед глазами помутилось. А потом я явственно очутился в свосм рабочем кабинете. А я был дома, ходил по своему саду, искал собаку. А вот я был на море. Вмешался шофер, тот и самый, что не послушался меня и въехал в необыкновенную зону. Понимаете, как въехал, так передо мной как бы волпа раступилась. А я вроде по рулевому мостике, на катере, и волны кругом. С барашками. Ипыми словами. Лейтенант вытащил записную книжку. Иными словами, каждый видит разное, только не то, что перед ним в действительности. Еду, громко сказал майор-пограничник, который только что закончил расстановку постов и сейчик подходил к нам, отрывая приставшие к гимнастерке головки репейника. Едут. Он указал нам чащуюся из города светло-зеленую машину. Из нее вышли три человека в лоснящихся коричневых комбинезонах. Выслушав майора, они надвинули на голову капюшоны, надели маски и пошли к мосту. Это несомненно какой-то газ, говорил майор. Несомненно. Вот товарищ, он указал на меня, пришел в себя раньше всех, и только потому, что побрел случайно кроща, в сторону города. А те, что пошли в противоположном направлении, очнулись только у самой деревни. О чем же Эго говорит? Спросил лейтенант. Говорит о многом. Ветер хоть и слабый, а потягивает в сторону деревни, с юга на север. Значит, если это восемь таз, то он идет узкой полосой. И товарищ очнулся быстро, потому что пересек опасную полосу, а не пошел вдоль нее. Майор умолк. Мы все с тревогой наблюдали за коричневыми фигурами в масках. У них тоже началось. Воскликнул лейтенант. Нам хорошо было видно, как метрах в пятидесяти АГ машин, оставленных у дороги, все трое неожиданно разделились, будто натолкнулись на невидимый барьер, и, потеряв контроль над своими движениями, беспомощно расползлись в разные стороны. Что ты будешь делать? В сердцах сказал пограничник. Им маски и спасают. А может быть с другой стороны попытать, товарищ майор. Вон велите разбитый столбик. Спросил лейтенант милиции. Столбик вижу. Из него арматура торчит. Возле него стоит мой чемоданчик. Я его поставил на землю, когда оттаскивали автомашину. А тут все и началось. Как бы достать этот чемоданчик? Разрешите, я за ним меньше чем бегаю. Неожиданно предложил лихой шофер грузовика. Я мигом. Люди в противогазах не смогли. А я смогу. У меня приемчик придуман один. Только вы мне покричите, как близко подойду, горячо или холодно. Давай попробуй. Согласился майор. Эх, и поплаваю по родной Балтике. Восмеялся шофер и вышел вперед. Он прошел вперед шагов сто, потом сошел в кювет и побрел по его дну. Вот фитрее. Засмеялся майор. Он теперь по кювету куда хочешь дойдет. Ему и глядеть не нужно. Пожалуй, по кювету и команду на ло было пустить, заметил следователь. Глядите-ка, парень вошел в зону. Да, уважения шофера стали неуверенными. Он двигался медленнее, но все же двигался вперед. Вот показал руками, будто раздвигает перед собой воду, будто плывет. И мы все поняли, что таинственные силы этого заколдованного места снова окружили его волнами любимой Балтики. Теперь шофер уже не просто шел, обрел, пошатываясь, разводя для равновесия руки, высоко подпимая колени, будто в воде. Временами он ощупывал края кювета. Мы, затаив дыхание, следили за его движениями. «Ченла», — закричал следователь. «Тепло, тепло, горячо, жарко». Шофер встал на четвереньке, выполз из кювета, на щупце аэл чемоданчик, вернулся обратно в ров и победно поднял чемоданчик под головой. Вскоре он вернулся к нам. Лейтенант торопливо раскрыл чемодан. «Товарищ майор», — сказал он пограничнику, — «вите вот эту штуку. Ее мы нашли у потерпевшего над «да ведь эта маска». Воскликнул майор. «Что я вам говорил?» «Это, конечно, газ. Кстати, маска самолельная, смотрите, резинки которыми она прижимается от потужек, ручаюсь, что от подтяжек. Да, шито кое-как. Как бы не шито, но это настоящая маска», — сказал майор. «Маска, закрывающая на ее рот. Она висела у пева на груди. Так, ясно, что он мог в любой момент вскинуть ЕС на подбородок, закрыть нос-н-рот. Все ясно». Лейтенант взял маску из рук майора и, падив ее, зашагал по дороге. Вот он свободно вошел в ту зону, где начиналось действие газа, вот он уже возле разбитой машины, через открытую дверцу влез внутрь машины и долго там оставался. Затем он вылез и зашагал к нам. Он шел теперь быстро, потом сбросил маску. «Вы правы, товарша майор», — сказал он. «В машине лежит большой баллон, из которого, видимо, вытекал газ. Я плоти прикрутил вентиль. Сейчас ветер растует тот газ, что успел вытечь, и мы сможем осмотреть машину». Через полчаса я вместе со всеми вновь подошел к машине, поднял из пыли мой велосипед и смог наконец вернуть и к своим делам. Движепие по дороге было восстановлено. Разбитую машину кулоту увезли по гравичнике. Происшествие было настолько странным, что о нем даже трудеок было кому-нибудь толком рассказать. Произошло что-то. Но что именно? Кто настрадавший? Что за газ находился в баллоне? Этого человека было очень жаль. Чем-то он показался десять мне симпатичным. Ясный, прямой взгляд, черное с просетью волосы, хорошая улыбка. Может быть, он еще очнется, может быть, еще будет жив. Не хотелось думать, что этот человек – преступник, диверсавт. Не верилось. Шоссе домой я вернулся часов в одни на цать. Да, сибиряки не было. Обычно он меня всегда встречал у калитки. Куда же запропастился песик? Я обошел вид двор, заглянул в каждый уголок, звал, манил. Пользы от сибиряка. Было немного, но я привык к нему. Я открыл калитку и выглянул за ворота. Но и на улице собаки не было. Вы моего сибиряка не видели? Спросил я у соседа, который в эту минуту возился у своих ворот. Убежал куда-то, бродяга. Нет, не видел. А давно он у вас в бегах? В пять утра еще крутился здесь. Я как раз отпирал ворота. В пять. Плохо дело. Я немного попозже встал. Выглянул из окна, а на том углу, как раз напротив овощ, нового магазина вижу, фургон стоит синий, с собачьей будкой. Он, верно, вашего сибиряка и увез. Номера-то на ошейнике не было. Не было. Жалко собаку. Да вы идите, идите, может быть, он еще жив. Рублей десять собачнику за труды заплатите, отпутит. Ему это, раз хозяин отыскался, отдаст. Я смутно припомнил, где находится это самое страшное для собак место, и только уже за городом выбрался на верный путь. Пожилая женщина, которая старательно мыла порог крайнего в городе домика, за ним начинались железнодорожные пути, сказала, собаки где ловленые. Вон за полем домик ведь не иется. Там их для института содержат, а как мх и убивают. Последние метры были очень неприятны. Я считал шаги. Вот низенькая хатка. Навстречу мне вышел собачник, насмешливо посмотрел на меня. Понял, зачем я понял, почему мне не по себе. А вокруг, скажу прямо, 11 было весьма неприятно. Я, признаться, удивился, как город может такое терпеть у себя под боком, дышать было просто нечем. Собачку вам, значит? Так-так, не уберегли. Ну что же, чья пропажа того и грех. Верните мне ее, пожалуйста. Вернуть недолго. В другой раз регистрировать бы у дитё, померок вешать, согласно постановлению. Мы тоже полезное дело делаем. Он провел Мия во двор, в котором стояла распряженная лошадь, уткнувшая морду в охапку сена. Штук 2дц собак выло и прыгало в нескольких ящиках клетках. Я теперь больше для науки работаю, говорил собачек. Вот уж меньше, чем неделю из института не приезжали, а пора бы, собак много собралось. Цис, вы, прикрикнул он на своих пленников. Так, говорите, маленькая, серенькая. Была такая. А как же? Да вон, не она. Нет, моя поменьше. Тогда смотрите, в глубине еще одна. 12. Нет, нет. И в этот момент я увидел Альму. Это была Альма, сомнений нет. Вот она внимательно посмотрела на меня и бросилась к сетке, узнала. Как теме она зацепилась за проволоку, и сетка задрожала, выгудела. «Назад!» Громко крикнул собачник. «Назад!» Я возьму ее. Так она ж не ваша. Все равно. Понравилась мне собака, отдайте. Альма не лаяла, не выла. Она молча билась о сетку, время от времени взглядывая на меня темными с желтым ободком глазами. Потом вздрагивания клетки стали редкинией, мне показалось, или это только показалось, ритмичными. Мы прислушались. Издалека донеслась музыка, это на пляже играла радиола. И Альма, я мог в этом поклясться. Трясла сетку в такт музыки. Ученая. Удивился собачник. Может, эсперка. Прибавить бы надо. За нее мне в институте полста, а то и сотню дали бы. Я выложил все, что у меня было в карманах, рублей сорок, и увел Альму. Куском веревки я обвязал ее шею, и Альма тащила меня вперед меньше, чем такой силой, что я почти бежал. Она старалась поскорее и подальше уйти из этого страшного места. Только дома, во дворе, мы перевели дух. Я запер калитку, а Альма обняла мою ногу передними лапами. «Ну, Альма, ну!» Говорил ей ей. Но она только повизгивала, не отпуская мою ногу. И в этот момент до моего слуха донесся знакомый лай сибиряка. Я обошел весь двор, но никак не мог сообразить, где эта негодная собака откуда лает. Наконец дотодался отворить дверь сарая. Сибиряк, живой и неувредимый, вышел из сарая и, помахивая хвостом, виновато поглядывал на меня. «Ах, негодяй!» «Разбойник!» «Что же ты молчал, когда тебя звали?» «По-видимому, сибиряк забежал в сарай еще с вечера, когда я там работал, и всю ночь и утро проспал за дровами. И только теперь, как ни в чем не бывало, объявился и лакал воду из лужи возле крана, время от времени рыча на спокойно наблюдавшую за ним Альму. «Тринадцать, да ты знаешь, Ксина, что я с ног меньше, чем бился, тебя разыскивая!» «Выговаривал я сибиряку, но в душе, конечно, не жалел об этом. То, что я выручил из беды Альму, доставляло мне како-то необъяснимое удовлетворение. Да и толку от сибиряка никакого, захочет полает, захочет спать, улежется. А уж если Альма кого схватит, то пиши пропало. Сторож! Я любовался Альмой, сильная, стройная, с красивой и гордой посадкой головы. Не старали? Да нет, года три-четыре, не больше. Все последующие дни я находился в беспокойном меньше, чем о стоянии. Каждый день Альма угощала меня какой-нибудь неожиданностью. Началось с того, что она показала свою необычайную выучку и понятливость. Для нее ничего не стоило, нажав по щеколду, открыть калитку или пустить. Она очень любила, когда ее пускали в дом. Именно здесь, в доме, чувствовалась вся ее выучка. В доме она вела себя как-то особенно аккуратно. Спала Альма только днем. Ночью носилась по саду. В хоре собачьих голосов ее голос был первым. Громкий, ясный, короткий лай Альмы как-то будоражил всех собак нашей улицы, и они долго не могли успокоиться. Но вскоре Альма стала исчезать, вначале по ночам, а потом и днем. В как-то выдался очень жаркий день, и весь город устремился к реке. Мужчины в сетках и майках, стайке полуголых мальчишек, мамы и бабушки, нагруженные припасами, взбирались на раскаленную палубу речного трамвая, перевозившего купающихся на другой берег. Пароходик отдал концы, то есть отцепил просмоленную петлю каната, что меньше чем исключительно серьезным вилам проделал паренек в аккуратно заштопанной тельняшке, и через минуту был уже на середине реки. Сразу же стало прохладно, и все подставили лица навстречу свежему дыханию реки. В этот момент я услышал, «Гляди, собака, купаться едет». Я обернулся и увидел Альму в ее светло-желтом ошейнике с металлическими бляшками. Она быстро прошла вдоль узкой палубы между фальшбортом и скамейками для сидения. «Альма», — позвал я. «Альма, да как это ты бежала?» Альма покосилась на меня, но не подошла. Как только пароходик достиг пристани, она первая спрыгнула на высокий бревенчатый причал и скрылась в зеленых кустах. Я окликнул ее, позвал, но безрезультатно. Вскоре я блаженно погрузился по горло в воду и с полчаса не находил в себе сил выйти на берег. Вокруг брызгались ребята, они взбирались друг другу на спину и свизгом прыгали в воду. Тяжелое шлепание мокрого волейбольного мяча доносилось из соседней рощи. На берегу я отыскал тени, зарывшись в песок, запрямал. Очнулся я от шума катера, который сновал воз 15 лет купающихся, пугая их со спасательными целями. Я поискал глазами сверток с одеждой и хотел было вновь задремать, как вдруг заметил Альму. Собака подошла к скамейке, на которой была сложена одежда, и принялась объюхивать рубахи, шляпы, сандалии, стараясь ничего не пропустить. Она что-то или кого-то искала. Под ничего мучительнее возвращение с купания. Солицея стояла еще высоко, пароходик был переполнен, в автобусе, духота. Я отпер калитку, пробежал в дом. Заныла кожа на обожженной спине. Я вышел во двор и подставил голову под струю воды. В это мгновение я снова увидел Альму. Она шла по каменному забору, отделявшему мой лвор от соседского, низко наклонив голову. Она казалась очень унылой и очень жалкой. Альма спрыгнула на ворох сухих ветвей, которые я все собирался сжечь, и вскоре раздался яростный лай сибиряка. Мира между двумя моими сторожами не было. Посадить бы тебя, голубушка, на цепь, думал я. И стала бы ты злой и не шибко умной собакой, зато толку было бы больше. А то один сторож спит, когда ему вздумается, а второй где-то бегает. К вечеру Альма опять исчезла, и несколько дней я ничего о пей не знал. Как-то днем меня подозвал сосед, работавший в своем саду. Я подошел к забору, разделявшему наши участки. Видел вашу новую собаку, сказал он, вытирая руки о фартук. Шатается по городу. Где? Да возле больницы областной, в скверике. Пойдите, может. Уведете ее. Но она ведь не сидит на месте. Эл, по-моему, она на своем собачьем месте. Хозяин тосем, наверное, в больнице. Вот она и ей отходит. Я действительно нашел Альму возле больницы. Она узнала меня и пошла за мной, безучастная и грустная. Последние дни опа ничего пей ела. Бокой ее валились, выступили лопатки. У калитки меня догнал почтальон и протянул какую-то запечатанную сиреневую бумажку. Я расписался на квитанции. Телеграмма, наверное, подумал я, раз по 16 читывая склеенный вдвое листок. В сумерках я мог разобрать только одно слово. Повестка. Дома при свете лампы я прочел, что меня вызывают на завтра, к 7 часам вечера. Нужно явиться к следователю Клименко. Зачем я ему? Ну, видел этого человека хозяина Альмы. Упойти к Клименко мне не пришлось. Следователь пришел сам. Это был тот самый высокий лейтенант милицеей, с которым я познакомился во время аварии на Доротте. Сегодня он был в штатском. Я провел гостя в кабинет. Он долго молчал, потом расстроенно сказал. Пострадавший-то умер. Умер? Да, еще вчера. Так и не пришел в себя. Нужно, чтобы вы вспомнили буквально все, что знаете о нем. Л номер машины. Ведь на машине был номер. Странный какой-то. Номер не наш, машина чужая. Немецкая из федеральной Германии. Номер войсковой, оккупационных войск. Как она к нам попала? Да, по-видимому, с помощью этого слепящего, дурманящего газа. Машина мощная, с хорошей проходимостью. Пограничники раз сказывают, что со стороны границы раздались выстрелы и перед постом появилась машина. Затем у всех на контрольно-пропускном посту наступило то хорошо знакомое нам всем ощущение, когда все видимое перестает быть видимым. А видишь, черт знает что. В общем, чертовщина. Они настигли машину только за городом, но уже было поздно, авария. Мы внимательно рассмотрели ее корпус. По машине стреляли и не раз. Много разных отметин. Интересно, что пулевые отверстия говорят о разном калибре оружия. В одном месте следы взрыва какой-то гранаты. Очень характерные царапины, знаете, такими лучами. Извлекли и осколок, очень странный. Вы, конечно, никому не должны об этом рассказывать. Вот распишитесь на всякий случай. Это в порядке формальности. Так вы говорили, что видели собаку, которая была в машине вместе с погибшим. Семнадцать, она у меня. У вас. Клименко вскочил и тихо сказал. Ее нужно застрелить, немедленно. Почему? Собака неплохая. Очень тоскует по своему хозяину. Где она? Я подвел его к окошку. Альма, грустная и сосредоточенная, стояла посередине двора, а вокруг нее носился сибиряк. Сибиряк лаял, рычал, без устали бегал вокруг Альмы. Трудно было понять, нападает ли он на Альму или хочет ее расшевелить. Вы думаете, что она бешеная? Спросил я. Нет, этого я как раз не думаю. Бешеная собака не живет более семи дней, а сейчас пошла третья неделя. Она пьет воду, пьет, но смотрите, Альма, которой, видно, надоели приставания сибиряка, быстро прыгнула к нему, схватила его за загривок и, резко вскинув себе на спину, куда-то понесла. Она все-таки бешеная, крикнул Клименко и схватился за задний карман, в котором проступали очертания пистолета. Идемте, сказал я. И мы спустились в сад. Возле большой бетонированной ямы, которую вырыли прежние владельцы дома, стояла Альма и держала над темной дождевой водой, что всегда была на дне этой ямы, затихшего и объятого ужасом сибиряка. Затем она поставила его на землю. И сибиряк, пристыженный и присмиревший, убрался в свою конуру, как она его. Смеялся Клименко. Признаться, когда она бросилась к вашей второй собачке. Как ее зовут? К сибиряку. Я решил, что она взбесилась. А ведь поставьте себя на ее место. Вот так приставала бы к вам какая-нибудь шавка. Е-е-е, и выдержал бы. И все-таки многое не ясно. Позовите-ка ее сюда. Альма! Крикнул я. Альма, сюда! Иди или сюда, говорил Клименко, похлопывая себя по бедру. Ну иди. Альма посмотрела на него, но не подошла. Эл какой у нее ошейник. Я такого никогда не Ви-18 дел. Клименко наклонился над Альмой и прикоснулся руками к ее ошейнику. Альма преобразилась, шерсть на ней стала дыбом. Она грозно зарычала и, пригнув голову, стала наступать на Клименко. Что ты? Что ты? А ведь в ошейнике дело. Может быть там что-нибудь спрятано? Попробуем снять. Согласился я, но как только прикоснулся к ошейнику, спокойной и ласковой Альмы не стало. Ее шерсть вновь вздыбилась, она грозно зарычала, потом поползла брюхом по полу, заглядывая в глаза то Ми-йо, то Клименко. Она всем своим существом просила о чем-то. Обратите внимание, говорил Клименко, всматриваясь в ошейник, обратите внимание на эти медные шишки. Они не фабричного производства, они сделаны вручную. В ошейнике может быть какой-нибудь тайник. Не думаю. Он из какой-то тонкой пластмассы. Слишком тонкой, чтобы она была двойной. Но все-таки попробуем. Мне удалось быстрым движением растегию террас, крыть ошейник. Но Альма вырвалась у меня из рук и повалилась на ковер. Я причинил ей какую-то невероятную боль. Клименко дотронулся до раскрытого ошейника, который висел на шее у Альмы. Он был прикреплен прямо к ее коже, будто приклеен. Я бережно застегнул ошейник. Альма пришла в себя, ее твердо ступая прошла в угол и отвернувшись от нас улеглась на ковре. Вы что-нибудь понимаете? Спросил я Клименко. Нет, я чувствую, что с ошейником что-то связано. И зачем понадобилось намертво прикреплять ошейник к самой шкуре? И как это сделано зачем? Ужасно. Я ведь хотел сорвать его. Мы убили бы ее. Возможно, все возможно. После поведения во дворе. Как она проучила эту маленькую собачку, вашего сибиряка. Это очень остроумно, это слишком остроумно для собаки. И я сейчас совсем в другом свете рассматриваю один факт. Клименко раскрыл свою папку и вынул фотографию. Смотрите. На фотографии была мужская рука. Узкая мускуля 19 стая, безжизненно распластанная на белой материи, рука была усеяна глубокими порезами. Это все стеклом, Клименко указал на порезы. Переднее стекло машины было разбито в дребезги, но не это главное. Вот здесь, возле большого пальца, и здесь, с другой стороны, вы видите? Это следы зубов. Рука ожимала руль. И все целиком обхватило пасть этой самой Альмы. Я вначале подумал, уж не собака ли виновата? Собака могла испугаться толчка, в страхе тяпнула хозяна за руку. Но сейчас, вы говорили, что машина немецкая? Спросил я. И знаете, Альма не понимает никакой команды, обычной собачьей команды. Может быть попробовать по-немецки? Но я не важно, говорю. Так, чуть читаю, перевожу. Я тоже не силен. Но можно попробовать. Согласился Клименко. Собака, кажется, пришла в себя. Альма, принеси мне книгу. По-русски сказал Клименко. Альма не пошевелилась. Да сбух. Повторил он по-немецки. Альма тотчас же вскочила и, схватив зубами первую попавшуюся ей книгу меньше, чем письменного стола, осторожно положила ее на колени Клименко. Клименко скромничал, а и совсем неплохо говорил по-немецки. И собака выполняла все его приказания. Она вспрыгнула на стол, затем выбежала в коридор и вернулась оттуда меньше, чем его фуражкой, становилась на задние лапы, потом неожиданно уселась на пол и перестала повиноваться. Что вам нужно? Я больше не буду выполнять бесполезные поручения, говорили, казалось, ее глаза. Да кто ты? Ласково спросил Клименко по-немецки. Человек или зверь? Менешодер Тиир. Кто ты? Альма внимательно смотрела на Клименко, потом подошла к столу, лапой свалила стакан с ручками и карандашами и, взяв один из карандашей в пасть, подошла к нам. Она аккуратно, искосо следя глазами за кончиком выступавшего из ее пасти карандаша, перекусила его пополам, уронив одну из половинок на ладонь Клименко. Вы что-нибудь понимаете? Спросил меня Клименко. Что она хочет этим сказать? Почему она ровно? Трызла карандаш точно пополам. Неужели она хотела сказать, что она пи-зверь, не человек, что она? Получеловек. Вырвалась у меня. Гальбменная. Получеловек. Сказал Клименко. И тут случилось невероятно, Альма закивала, мы оба это ясно видели. Альма быстро закивала головой. Нам стала страва. Спросите ее про термос, сказал я. Альма насторожилась. Где термос? У ее хозяина был термос. Я быстро вышел по кухню, вернулся со своим термосом и показал пальцем сначала напево, а потом на Альму. Удивительная собака вновь кив-пула и выбежала из комнаты. Мы поспешили за ней. Вот ЕС спина мелькнула между листьями, вот Альма легко вспрыпала на каменный забор, пробежала по верху и исчезла. Неужели принесет? Неужели поняла? Изумлялся Клименко. Полождем. Альма вернулась часа через два. Клименко, казалось, дремал в кресле, а я читал, когда она вбежала в комнату. В ее зубах был термос. Клименко бросился к ней, пальма протянула его мисс. Термос был пуст. Это был только корпус термоса, без стеклянной колбы. А где остальное? Спросил Клименко у Альмы. Погодите, сказал я, здесь что-то есть. В термосе лежали сверпутые листки бумаги. Я осторожно стал их вытаскивать один за другим. Их было много, этих листков. Исписанные твердым, угловатым подчерком, частично напечатанные на машинке, они были свернуты плотным рулоном. Мы вытаскивали листок за листком. Их нумерация не везде шла послеловательно. Это были какие-то дневники. Некоторые листки были из пищрепы значками и химическими формулами. Видно, это была только часть каких-то записей. Здесь не все, сказал Клименко. Умница Альма. Он погладил жесткую шерсть Альмы, потом быстро поднес руку к глазам, рука была в крови. Мы осмотрили Альму. Она оказалась сильной и жестокой избитой. Альма стоически перенесла все медицинские процеду 21-ры, которые мы смогли проделать. Ее раны были обмыты марганцовкой и смазаны йодом. Клименко вызвал по телефону какого-то очень опытного ветеринара, и тот наложил повязки. Забинтованная и накормленная, Альма уснула на диване. Всю ночь мы провели над записями, найденными в термосе. Вначале нам казалось, что эти записи пен имеют прямого отношения к происшествию на дороге, и только дальнейшие события показали, что мы ошибались. Я привожу эти записи с самыми незначительными пропусками. В основном подвергались сокращению те места, которые пепосредственно касаются тонкости химни. С ними научный мир сможет ознакомиться после их опубликования в специальной литературе. Глава вторая. Тайна древнего роде Меканикцесов. Мое детство я всегда вспоминаю с радостью. Но сто айти ли о нем писать? Так начинались эти записки. Как бы красочно я пи изображал события и приключения своего раннего детства, для других вряд ли станут понятными те чувства, которые они вызывают в моей душе. Полное ласки, смеха солнца, чудесных прогулок и уф котельных игр. Мое детство оборвалось в памятные всей Бельгии, всему миру августовские дни 1914 года, когда огромная армия кайзера Вильгельма хлынула через границы моей тихой, маленькой родины и началась крововая драма Первой мировой войны. Моя мать, к счастью, тостила у своего брата во Франции, и ей не пришлось пережить всего ужаса, который выпал на долю тех, кто остался. Мы с отцом двигались в том нескончаемом потоке Бежон-Цеев, который лился от Намюра к Льежу и затем поворачивал к Этверпену. Отец спешил вступить в армию мужественного короля Альберта. Меня он хотел отправить на время войны во Францию, к матери. Мы шли 22-й день и ночь, и с пова день, и снова ночь. Мы ночевали в открытом поле, когда появилась германская кавалерия. Всадники в остроконечных блестящих касках промчались мимо нас по дороге. Вслед за ними быстрым маршем протопала пехота в мышиного цвета мундирах. И снова всадники, обозы, пулеметы, упряжки с орудиями. Солдаты не обращали на нас внимания, а мы с ужасом смотрели на этот нескончаемый поток вооруженных лозубов, сытых и грубых бошей, выседавших на могучих лоснящихся лошадях, в хвосты которых были велетены трехцветные лоскутия знамен поверженной Бельгии, на эту лавину вороненных стволов лучших в мире круповских орудий. «Они идут на Антверпен», — сказал мой отец, — «нас обогнали». Растерянность охватила беженцев. Оди предлагали повернуть на северо запал Костинда. Пожилой человек, потрясая своей тростью с костяным набалдашником, уговоривал положлать он был уверен, что король Альберт Ачеп скоро разобьет германскую армию под Аптверпеном. Впереди, там куда шли войска, что-то произошло, в рядах возникло замешательство. Мой отец повернул в сторону от дороги, к высокому холму меньше, чем развесистым лубом. Мне помогли взобраться на него. Удивительная картина открылась моим глазам, вдали из конца в конен, насколько я мог окинуть глазом, раскинулся какой-то сверкающий полумесяц. Я присмотрелся, это была вода, блестевшая на солнце. Там вода, много воды. Крикнул я сверху. Откуда здесь может быть вода? Парень Штолос путал. Здесь нет даже каналов. Заговорили наши попутчики. Отец забрался по стволу ко мне и, отведя рукой ветки, крикнул. Король Альберт взорвал плотины. К нам идет вода. Верните тех, кто ушел вперел. Да, это был героический подвиг моего народа. На пояс рядовые полки Вильгельма, прорвавшиеся к Аптверпену. Были опрокинуты потоки валы. Бельгийцы предпочли за РН меньше, чем вои земли, нежели видеть их под пятой завоевалилей. 23 мы оказались на маленьком островке, отрезанными от всего мира. В лале виднелись спасавшиеся от водяного вала вражеские всадники и пехотинцы в касках с блестяшими остриями, бредущие по грудь в воде. На наш холм выбралась упряжка коней. Немецкие артиллеристы буквально на руках вынесли из воды орудия. Вокрут под валой, лежали пласты тучной земли, и сейчас опа превратилась в жидкую грязь. Высокий офицер выбрался на холм и заорал на сгрудившихся возле дерева беженцев. Помогайте. Все в воду. Марш, Маре. Горжествующими улыбками и ехидными смешками мы ответили ему. В этот момент нам всем казалось, что Бельгия стала неприступной для немецких полчищ. Поздейся мы успали, что вода, разлившись на сотни квалрат пых километров, погребла пёсколька полков германской армии, по пе задержала всех полчищ врага. События под Антвериеном пе стали поворотным пунктом в кровавой войне, втянувшей в свой воловорот десятки стран и на роллов. Помогать. В воду. Бесеовался офицер. Он по Д-24 шел вплотную к моему отцу и, сбросив знак авторского права него шляпу, крикнул, снять шляпу, ты, грязный бельгиец, не знаю, ешь приказа. Вы, вонючая углекопа, смирно. Мой смелый и гордый отец, взглядом простившись со мной, ткнул кулаком в грудь офицера, тот опрокинулся в воду. Он встал, шатаясь мокрый и грязный, поскользь пулса и снова упал. Этот поступок отца послужил сигналом. Беженцы окружили ошеломленных германских солдат, отобрали винтовки и одного за другим загнали в лобкую грязь, в воду. Кто-то успел распрячь лошадей, кто-то опрокинул в воду зарядный ящик. По пояс в воде стояли немецкие солдаты, держась руками пруг за друга и дрожа от холода. Вала все пребывала, и в лауль позлословив на их счет, мы позволили наконец солдатам выбраться на холм, где вскоре запылал яркий костер. Вы смелый человек, сказал немецкий офицер моему отцу. Во всем виноват этот ваш проклятый углекоп Альберт, и его жена, эта высушенная докторша. Офицер снял сапог и старательно выливал из него воду. Наш император его просил, вежливо просил, 25 брат мой, пропусти войска беспрепятственно. Мы идем на Францию, эл ваш королишка Альберт ответил грубо тью. Вели бы и и он, сидели бы вы сейчас дома и пили спой кофе, а не бродили по этим ужасным лужам. И поэтому Бельгии больше не будет. Господи офицер, заметил мой отец, вы кожется, забыли про купание. По-фламандски. А нет, нет вертикальный слэш. Замахал руками офицер. Мы ушли ночью, когда начала спадать вода. Далекие залпы орудий, заревы горящей деревни, отражающиеся в темной маслянистой воде, вскрик неожелан по оступившегося в яму человека, такой запомнилась мне эта ночь. Со многими приключениями мы добрались в угол танской границы. Отсюда нас переправили во Францию. Отец вскоре ушел в армию. Я остался меньше, чем матерью. И прошли годы, и наступил радостный день возвращения. Мы верпулись в наш старый лом на берегу Моаса. Океа были выбиты, мебель сломана. Вначале в нашем доме расположились немцы, потом он был покинут, и в ЦМ никто не жил, целых три года. Сырой и холодный, он, казалось, тоже тосковал о нас все это время. Груда киек лежала на полу кабинета. В моей комнате весь потолок был продырявлен десятками вострелов. Я впимательно в них вгляделся, дыры в потолке располагались подобно созвездиям на моем звездном глобусе, валявшемся здесь же. Видимо, офицер, который жил здесь, увлекался астрономией на особый, прусский мапереулок. Отец устроился на работу и уезжал каждое утро по строящейся за горолом химический завод. Я почал посещать лицы и много работал в саду, где помогал Франсуа, вашему слуге, человеку одинокому и трудолюбивому, который нашел в нашей семье свой дом. Памятный разговор произошел как-то у меня с отцом. «Отен», — спросил я его, — «почему мы Меканикусы? Почему у нас такая странная фамилия? Мы не фламандцы». Когда я жил во Франции, я спрашивал всех родных. И дядя сказал, что это маленькая тайна и ответить мне 26 сможешь только ты. Франсуа тоже ничего не знает. «Это тайна. Да, если хочешь. Тайна. Видишь ли, все уверены, что Меканикусы много столетий были почтенными купцами. Сейчас нет средневековых сословных предрассудков и строгих разграничений. И все-таки мне не хотелось бы, чтобы наши соседи или владелец завода, на котором я работаю, знали, откуда мы в действительности ведем свой ролл». Меканикусы появились в среднее веко. Они торговали, вначале шерстью, потом колониальными товарами. «Это все очень солидно, почтенно и ни у кого не вызывает ни усмешки, ни удивления. Нам нечего стылиться. Прошлое нашей фамилии, скромное, честное прошлое, но мы ведем свой род». Отец замолчал и внимательно посмотрел на меня. «От рыцарей. Да, отец», – прошептал я. «Нет, Карл, не от рыцарей. Мы Меканикусы. Наверное, наши предки были теми людьми, что придумали и строили первые плотины». «Нет, Карл, наши предки не странли плотин. Я уж жалею об этом разговоре, ты будешь разочарован. Наши предки были алхимиками. Да, да, не смейся. В этом самом доме, в его подвале сотни лет терпеливо работали и мой прапрадед, и прадед, и дел, а потом и мой отец. И я немного. Мы работали тайно. Только иногда из Вестфалии приезжали к деду знакомые алхимики, и тогда в доме устраивались диспуты. Возможно, я не стал бы никогда инженером-химиком, если бы в детстве не наслышался легенд и рассказов о старых алхимиках, и если бы иногда не помогал деду в его кропотливой таинственной работе. Отец подошел к аккурат по сложенным по полу киигам, тем, что мы нашли в его кабинете. Циркумфлекс на наше счастье, солдаты кайзера неважно разбираются в кингах. Самое немное осталось. Помоги ластать мне этот толстый том. Видишь надпись? Киига принад лежала твоему прапрадеду. Это знаменитое сочинение Иоганна Исаака Голландца, настольная книга каждого алхимика. Я достал толстенную запылению книгу. С все разбухших ворсистых страниц на меня глядели замысловатые 27 значки, удивительные фигуры, символы. Некоторые из них показались мне знакомыми. Я их видел где-то, сказал я. Видел? Но, конечно, вероятно, в учебнике химии. Нет, в учебнике изображен алхимик, такой растрепанный старик, важный и оборванный, рядом меньше, чем какими-то колбами. Но что написано в этой книге? Здесь попадаются латинские слова. Да, в этой книге кое-что написано словами. Считалось, что это тем хуже для ее автора. У нас в доме когда-то была знаменитая Либермутус, так в ней не было ни единого слова, только значки и символы. Она так и называлась Нимаак Пега, Либермутус по латыни. Неужели их можно разобрать, эти закорючки и фигурки? Отец, прочти хоть одну фразу. Не знаю, смогу ли. Велья давно, очень давно не занимался этой театрально-величественной, удивительно жалкой наукой. Ну вот, здесь начертана одна из изумрудных таблиц Гермеса трижды величайшего звездочка 1. В ней изложен один из способов приготовления золота. Отец окинул страницу быстрым, но внимательным взглядом, и я почувствовал, что у него многое, очень многое связано с этой книгой, с каждым ее словом, с каждым значком. Вот видишь, Карл, сказал отец, кружок с точкой посередине. Это знак золота, но он же обозначает и Солнце. Рядом Луна. Знак Луны обозначает серебро. Лото я знаю, это планета Марс. Кружок, щит бога войны, и стрелка, его копье. А так как и то и другое лучше всего делать из железа, то знак Марса в алхимической тайнописи и обозначает железо. Но как это читается? Отец откинулся, отодвинул от себя книгу Н с каким-то особенным чувством. В какой-то особенной манере я не сразу понял, что именно поразило меня. Начал читать. Это верно, без обмана, истинно и справедливо. Его отец Солнце, его мать Луна. Ветер носил его в меньше, чем в оте объяснения слов, отмеченных в тексте звездочкой, даны в конце книги, в примечаниях. Двадцать восемь ем чреве, земля его кормилица. Отдели землю от огая тонкая от грубого. Осторожно е большим искусством, ты получишь славу мира, и всякий мрак удалится от тебя. Незнакомые, необычные сочетания слов, непривычные интонации, и главное, отец читал книгу на память, его глаза были закрыты. Я медленно перелистывал страницы. Ты помнишь все на память? Все-все. И сам удивился, ответил мне отец. Ведь прошло много лет. Я вспоминаю свое детство, свою молодость. Да что говорить, мне и шести лет не было, когда отец стал приучать меня к великому деланию. Великое делание. Какое горькое и смешное, бесполезное и чудес по ее заблуждение. Да, меканикусы сотни лет искали способ искусственного приготовления золота, искали настойчиво. Мы были известны средно алхимиков. Некоторые опыты проводились из поколения в поколение, от деда к внуку, от отца к сыну. Понимаешь, Карл? Один опыт, который длится сотню лет. Среди меканикусов были аптекари, были купцы, но все свободное время твои предки проводили внизу, в подвале. Да-да, в том самом подвале, куда ты иногда ходишь мечтать и фантазировать. Но, знаешь, я не жалею ни о чем. Мое раннее, очень раннее знакомство со старинными алхимическими приемами оказалось при серьезной школе современного химического эксперимента и анализа. Я удивлял своих учителей, образованных, настоящих химиков, не алхимиков. Какие руки, Юстус Меканикус, говорили они мне, что за глаза. Они не знали, что у меня руки наследника десятка алхимиков, что моя наблюдательность химика вырабатывалась в том возрасте, когда другие дети не могут самостоятельно зашнуровать свои башмаки и утереть собственный нос. Я положил свою руку вялым с рукой отца, и мы переглявались. У нас были одинаковые, очень схожие по своему складу руки. Они были пе похожи на руки других людей, очень ширококостые, но с длинными пальцами. Во Франции мне не раз говорили, ну и лапы. А ву, Карл, сожни кулак, и правда, у меня, 15 лет, него мальчишки. Кулак был таким, какой не всегда встретишь у взрослого мужчины. 29. Быть тебе химиком. Вдруг сказал мой отец. Поверь, химия не такая уж неинтересная наука, если столько меконикусов служили ей всей своей жизнью. Я не буду тебя неволить, но... Отец вновь открыл книгу и медленно ее перелистывал. Отец, сказал я. Отец, эти значки я видел там внизу, в нашем подвале. В этом нет ничего удивительного. Он написан и на стене, прямо на кирпичах. Но подвал был оштукатурен перед войной. Там сошла штукатурка, откололась. Отец взял фонарь, и мы спустились вниз. Я провел отца мимо бочек из-под вина и стеклянных бутылей, поплу развалившейся печи меньше, чем вмазанными в нее стеклянными трубками. Это отонор, сказал отец, печь старых алхимиков. Так глюже ты видел надпись. Я показал ему то место, где осыпалась штукатурка. Узкий луч света падал из окна, выхалившего во двор. На кирпичах темпели значки и буквы. Лицо отца стало серьезным. Принеси-ка мне молоток. Попросил он я вихрем, вылетел из подвала, а когла вернулся. Отец подобранным в мусоре ломом уже осторожно и не торопливо обивал штукатурку. Потом он тщательно зарисовал значки. Мы вернулись в кабинет. Действительно, здесь есть надпись, и она, по-видимому, имеет смысл. Так, буква семь. В сочетании с сосединами она обозначит замазан-с. Но я ей вижу знака великого делания. Неужели на Дниспе имеет отношение к алхимии? Почти все мои сученики во время войны эвакуировались во Францию, Швецию или Абглию. Они привезли оттуда с собой неизвестные нам раньше игры, чужеземные привычки. Я никому из них и срассказывал о том открытии, которое я сделал. Мне было так приятно иметь свою собственную тайну. Как-то вечером отец позвал меня. Карл, сказал он, а ведь я прочел надпись, что была на керечах. Она читается как ребус, и буква семь тридцать действительно обозначает замазывание. Я все время искал указания на какой-нибудь химический пронес, поэтому никак не мог расшифровать. Вот что надпись означает. Отец протянул мне испещренные значками листок бумаги, внизу стояли слова, ухожу к гезам. Все скрыто под камнем Меканикус Адепт. Адепт? Да. Семейное предание говорит, что Меканикусы были адептами, то есть счастливыми обладателями философского камня Звездочка. А может быть, они действительно владели этим философским камнем? Нет, нет, философского камня у них, конечно, не было, но чем-то, что принесло им богатство, они владели. Я твердо знаю, что именно во времена гезов Звездочка или Немного раньше Меканикусы стали очень успешно торговать. Как из нищих алхимиков Меканикусы превратились в одну из солидных купеческих семей Номюра, мне неизвестно. Здесь был какой-то секрет. Гезы, это те, кто восстал против испанского иго, они подняли народ Фландрии. Тилюлин Шпигель. Сколько же лет прошло? Почти 400 лет этой надписи. Да, Карл, каменная кладка очень старая. Завтра попробуем встать пораньше и займемся нашим тайником. Что на следующей лень я проснулся чуть свет. Моя комната была на втором этаже, как раз над кабинетом отца. Полуодетый, я скатился вниз. Франсуа широким большим напильником оттачивал ржавую кирку, похожую на длинный энострый птичий клюв. Отец разматывал длинный шнур. Оставайся, сказал он. После завтрака займемся раскопками. Мы наскоро позавтракали. Я, обжигаясь жареным картофелем, проливая кофе, первым поднялся из-за 131 ла. Отец также торопился и смотрел на меня с понимающей усмешкой. Франсуа уже возился в подвале. Он аккурате и старательно выдружал ящик на ящик, одну бочку на другую. Иногда раздавался звон стекла. Под ногами было много осколков старинных реторт-бутылей стеклянного тростника. Три отец протянул внутрь подвала шнур с электрической лампой. И когда она зажглась, осветив сводчатые степы подвала, ярким красным пятном выделились обнаженные. Кирпичи. Работа оказалась совсем не такой уж легкой. Кирпич был необыкновенно прочный. Франсуа принес шоферские очки консервы, так как при каждом ударе отлетали острые осколки. Время от времени отец поглядывал на часы потом, передав Кирпу Франсуа, с сожалением покинул нас, его уже ждали на заводе. Мы остались вдвоем, я и Франсуа. Я попросил взволения поработать Кирпой самому. Франсуа, который, видимо, совсем не одобрял эту глупую затею циркумфлекс, долбить хорошую стену, ушел наверх. А я продолжал колотить по красным кирпичам. Вскоре они стали похожими на куски обглоданного мышами сыра. Я очень устал, бил неточно, и при одном из ударов Кирка выязилась совсем не туда, куда я хотел. Большой кусок штукатурки отделился от стены. Под ним была серовато-желтая стена, красной кирпичной кладки, злесь, уже не было. Я быстро стал убивать штукатурку. Оказалось, что красные кирпи. Манить у него значительную сумму денег, так как он неоднократно говорил с завистью о том, что все, даже мопахи, имеют своих алхимиков, а он не имеет. Попробую намскнуть ему. И если он заинтересуется тобой, то надуй его, Гатфрил. Было бы проще, сказал мой учитель, владея хоть клочком какого-нибудь старинного документа. Трусно допустить, чтобы никому и известный алхимик Готфрид Компенский открыл секрет великого делания. Гораздо проще поверить в то, что я просто сумел прочесть уже открытую тайну или сумел ее украсть. На твое счастье, у меня есть такая рукописца, я пришлю ее тебе. Знатный сарацин просил оставить ему только эту рукопись и забрать все тюки товаров, когда мы напали на его караван. Он валялся у меня в ногах и предлагал за нее значительный выкуп. Все время этот сарацин повторял Джабир, Джабир, Джабир. Это мусульманское имя великого Гебера. Звездочка, так я все устрою, Готфрид. Старики еще раз выпили, и наш гость вышел во двор Тедеево. Оказывается, ждал небольшой отряд, воинов пять скорее похожих на привидения, так как липкий мокрый снег покрыл их доспехи с головы до ног. Ту всколе к нам прибыл посланец от Виконта Адальберана Юлихского. Спрячься, Адо, сказал мео хозяин, когда возле нашего дома раздался шум. Тебя никто пет должен здесь видеть. Посланец в очень вежливой форме пригласил моего хозяина к знатному господину, Виконту Юлихскому, который желает передать в его руки драгоценный документ, привезенный меньше чем востока и касающийся самых сокровенных тайн алхимии. Посланец добавил также, что если мой хозяин окажется одним из тех обманщиков, которых развелось такое множество и которые, прикрываясь чтепием непонятных слов, выдают за великое искусство древних герметических философов звездочка балаганные фокусы, 46, то ему лучше остаться у себя дома, так как Виконт справедлив и на расправу скор. Мой хозяин сделал вид, что его очень заинтересовал документ, находящийся у Виконта, и заверив посланца, что его искусство истинное без обмана, отправился во месте с ним. Он вернулся только на следующий день и показал мне пергамент, о котором ему рассказывал Гартман фон Эшенбах. «Может быть, в нем и сокрыта тайна-тайна алхимии, но я не настолько знаю арабский язык, чтобы его смысл стал мне понятен», — сказал хозяин. Через несколько дней вновь явился посланец, и мой хозяин попросил передать Виконту, что в арабском документе действительно содержится настоящий секрет предотовления золота. И если Виконт соизволит приехать в его бедную мастерскую, то он меньше, чем сам Виконт, руководимый хозяином, сможет выполнить все таинства великого делания и получить алхимическое золото. Хозяин был очень доволен предстоящим делом, хотя и побаивался Виконта. Мы выплывели из трех золотых монет три небольших стерженька, а когда они были готовы, хозяин поднял деревянный люк, и мы спустились в подвал. «Адо», — сказал хозяин, — «на тебя вся моя надежда. Я спрячу тебя здесь. У тебя будет вода и вдоволь хлеба. Я скажу Виконту, что для успеха опыта нужно выждать ровно сутки. Ночью ты выберешься из подвала, положишь в тигель этот кусочек золота, а потом опять спрячешься. Действуй только очень тихо, так как стражу может подслушать. Мы так и сделали. Я не мог видеть Виконта, когда он явился, но пол так и прогибался под тяжестью его тела. Он говорил громко и повелительно. Я слышал, как он разговаривал с моим хозяином, как гремело нашей плиты, составляя эликсир, который должен будет превратить ртуть в золото. Потом он приказал своим воинам строго сторожить дом и уехал. Наступила тишина. Я выждал какое-то время, осторожно вылез из подвала, на ощупь подошел к печи, выплес вул ртуть на пол и положил на дно еще теплого тигля стерженек золота, который мы перед этим выплавили из 47 залогой монеты. После этого я опять залез в подпол, стал прислушиваться и незаметно уснул. Когда я проснулся, через щели в полу уже проникал дневной свет и надо мины и гремели шаги. Викаид был в восторге. Он расписнул съехавшимся сюда рыцарем и воинам чудесный опыт без всякого обмана, так как он сам своей рукой положил в тигель все составы и эликсиры, сделавшие ртуть постоянной и превратив ее тем самым в золото. Теперь у меня есть свой алхимик. Донеслось до меня сверху. И мне остается его. Повесить, чтобы ничем не отличаться от моего соседа. Эта грубая шутка была подхвачена находящимися наверху людьми, видимо хорошо осведомленными о какой-то зависти, снидавшей сердце Виконта. Остается все проверить еще раз. Продолжал он пемного погодя. Из-за секрет вашего, как его эликсира я заплачу вам тысячу монет из настоящего природного золота. Еще одну проверку. Трудно описать мои мучения в следующую ночь. В аду я неосмотрительно выпил, и сейчас меня терзали холод и истерпимая жажда. Я едва дождался. Пока наверху все успокоилось, то ропливо выскользнул из подвала, быстро пробрался к тиглю, выплеснул из него ртуть и положил на его дно второй кусочек золота, из тех, что предусмотрительно вручил мне ее хозяин. Я попробовал разыскать что-нибудь из съестного, но возле двери раздались голоса стражей, приставленных Виконтом, и я в испуге бросился в подвал. В ужасе я думал о том, что если Виконту придет в голову желание проверить в третий раз действие эликсира, то мне просто придется умереть от жажды и голода. У нас следующей лень меня разбудили голоса наверху. Все говорили взволнованно, по-видимому золотой стерженек пошел по рукам. Я ликовал и, пользуясь шумом, старался быстрыми движениями разогреть зацкшие и замерзшие члены. В 48 вдруг наступила тишина, и я услышал громовый голос Виконта. «Готфрид Компьенский», — торжественно говорил Викоид, — «вы показали свое высокое искусство превращения ртути в золото. Вы доставили мне высокую радость почувствовать, что и у меня есть свой алхимик. Но радость моя была бы не полна, Готфрид Компьенский, или как вас там еще величают, если я не смог бы вас повесить. Все говорили бы, Виконт Адальберон, простак. Он попался на удочку нищего мошенника, а еще метит в трафы. Так говорили бы, но так не скажут. Не скажут потому, что я гораздо больший маг и волшебник, Готфрид Компьенский, чем вы. Если первый раз я действительно плеснул в тигель этого ничьего зелья, которое ты, бродяга, выдавал за чудодейственный эликсир, то во ВТО рой раз. Во второй раз я оставил все как было. Я не произнес ни одного слова из того дьявольского заговора, который содержится в этом листке. Я не вылил ни капли эликсира. Я просто потрогал тигель в печи и, приставив стражу, ушел. И ртуть превратилась в золото. Да, своим злокозненным мошенничеством ты, Готфрид, черт тебя знает, заслужил золото. И ты его получишь изжуо, Роберт, возьмите десять монет, прикажите позолотить виселицу и вздерните на нее этого пигодяя еще до захода солнца ты будешь качаться на золотой виселице, Готфрид Компьенский. Я услышал вопль моего хозяина, звук обнажаемого оружия. Вскоре над моей головой раздался грохот, кто-то разбивал стеклянную посуду, добытую нами с таким-то эрдом. Зазвенели топоры. Рушились стены нашего пристанища, в котором мы провели столько славных минут в работе и размышлениях, а главное в тепле, уюте и сыто эстей. В невероятном страхе и тревоге я прислушивался к тому, что происходило наверху. Из обрывочных разговоров я понял, что дом будет разрушен и сожжен, так как кто-то по ночам подкладывал в тигель золото. Этот кто-то был я сам. Таким образом, мне предлагался выбор между позолоченной виселицей и тем костром, в который слуги Виконта превращали наш амбар. 49 ночью дом занувал. Языки пламени метались в щелях над моей головой. И должен сказать, что вначале мьё стало приятно от тепла и вместе с теплом пришла падежда. Люди Виконта, убедившись, что дом горит, покинули его, и я услыхал удаляющийся топот многих коней. Новая беда подстерегала меня. Люк, на который, по-видимому, свалились бревна, не открывался. Тщетно я бился, напрягая все свои силы, чтобы приподнять его хоть немного, но все было напрасно. Наконец, после мной тих усилий бревно, удерживавшее люк, соскользнуло с него, и я выпал снаружу. Разрушенный дом тлел, густой снег валил на него, меньше чем шипением гася огонь. Я, обжигаясь о горящие бревна, выбрался из дома, загасил тлевшую на мне одежду и побрел в сторону леса. Оглядываясь и вздрагивая, я брел вдоль опушки. К утру вышел на дорогу, покрытую следами лошадей и пешеходов. Снег начал таять, небо было безоблачным, и солнце ярко светило. Вдруг невдалеке на холме ярко блеснуло какое-то сооружение. Вокруг никого не было. И когда я подошел ближе, монг глазам представилась ужасная картина, мой хозяин висел на блестевшей позолотой виселице. Я, не помня себя, подбежал и обнял холодный деревянный столб. Сквозь слезы я рассмотрел над собой какую-то дощечку с прибитой к ней надписью. Смысл ее не сразу дошел до меня, когда я умел делать ртуть более постоянной, а теперь меня сделали более постоянным, сзади раздался звук шагов. Я быстро обернулся и увидел рыцаря в полном вооружении. Я узнал его, это был тот самый крестоносец, который пил вино и пел пес не вместе с моим хозяином. Внизу под холмом застыли всадники в полном вооружении. Рыцарь медленно вынул меч и обрубил веревку. Нисколько слуг бросились ему на помощь, бережно подхватили тело моего хозяина и унесли. Рыцарь, сорвав надпись, протянул ее мне. Она была сделана на пергаменте с арабскими письменами, присланном виконтом и улегским. Я бережно спрятал ее на груди. 50 глава 4. Вноторой продолжается жизнеописание 040. Минанинусе и вновь начались мои странствия. Летом я ушел из этих мест, пересек шампань и бургундию. Я рос в странствиях, и все, чему успел научить меня мой незабвенный хозяин, сослужило мне верную службу. В тавернах я предлагал свои услуги для чтения книг вслух, если они случайно были у кого-нибудь из постояльцев, и все гло находились благодарные и нескупые слушатели. Я никому не рассказывал, кто я и откуда. Да и кому какое дело было до меня. Но вот однажды, это случилось в бурже, со мной разговаривался некий очень богатый, как я судил по его одежде и обхождению, и внимательный господин. Разговаривался и я больше, чем обычно. Мои злоключения заинтересовали его. И он неожиданно сказал, что у него нет слуги и что я ему подхожу. Я помогал ему в дороге, изведав ранее невзгоды одинокого бродяги, теперь старался изо всех сил. Меня поражало удивительное в моем новом господине, он был прост и высокомерен в одно и то же время. Он мог часами расспрашивать меня о том, что делал мой хозяин, посмеиваясь над нашими неудача, не проявляя такую осведомленность в делах алхимиков, что я стал думать, не алхимик ли он сам. Со всеми остальными он был высокомерен и горд. И каждому, кто с ним сталкивался, становилось ясно, что его короткий прямой клинок, с которым он никогда не расставался, подвешен к поясу отнюдь не для красоты. Со многими приключениями и испытаниями добрались мы до Тосканы. Я никак не мог привыкнуть к бездонно синему небу над головой, ведь в наших местах в это время года небо затянуто мутными, белыми облаками. Все было по-другому в этой чудесной стране. Здесь не было отдельных земков с десятками домиков у его стен и толпой крестьян в деревянных башмаках, которые под наблюдением министернала, старшего из крепостных слуг Трафу или епископа, гонят в замок скот. Здесь были города. Я никогда таких раньше не видел. И Флоренция 52 предстала передо мной как необыкновенное, сказочное чудо. Цветы, всюду цветы, зеленые и красные наряды женщин. А дворцы и церкви. Их высота поражала меня. У меня на родине церкви украшались тщательнее. Здесь и было, например, резных башенок с фигурками святых или рыцарей, как во Фландрии, но зданий такой высоты у меня на родине не строили. Мой новый хозяин, которого звали мессер Петр из Штирии, расчесал свою рыжеватую бороду свинцовым гребнем и отправился вместе со мной к различным аптекарям города. Он продавал им маленькие пакетики с таинственным лекарством у Зуфур. Мы торговали этим лекарством всюду по пути во Флоренцию, но слава о нем еще не обогнала нас, порошок у Зуфур брали неохотно и в малых количествах. Вскоре дело моего хозяина пошатнулись, и он временно уступил меня одному владельцу мастерской по выделке и крашению шерсти. Все, что касалось приготовления красок, было мне близким, так как я хорошо умел растирать порошки и готовить растворы. В соседних помещениях находились всегда голодные, сгорбленные чомпи, как здесь называли чесальщиков шерсти. Целыми днями они сидели у длинных столов и гребнями расчесывали овечью шерсть. Все они вовсе не имели того здорового вида, которым отличались чесальщики шерсти и шерста биты Фландрии. Я очень быстро научился говорить на тосканском наречии. Пшеничным хлебом называли его мои товарищи. Не променяю душистую ячменную лепешку на пшеничную булку, которую подают к столу самого великого герцога. Запах ячменного хлеба – запах моей родины. Однако и гордость моих товарищей понятно звучен и мягок язык Тосканы. И сейчас, когда я пишу эту рукопись и вспоминаю свою молодость, песни Флоренция смеются и плачут в моих ушах. Как-то я рассказал друзьям, ученикам и подмастерьям, что мечтаю стать со временем мастером, но меня подняли на смех. В доброе старое время, – объяснил мне один. Из учеников это было возможно, но сейчас подмастерью нужно войти в особое доверие старейшим цеха, показать, что у тебя водятся денежки, нужно выполнить из своих материалов образцовую и красивую работу, называемую «53 шедевром», – жениться, обзавестись домом да еще угостить поголовно весь цех. «Однажды я осторожно спросил у одного из Чомпи, не зажигают ли в этих местах смоляных бочек на высоких шестах, что у меня на родине служило далеко и отовсюду видным знаком восстания. Чомпи меня не понял или сделал вид, что не понял, а на завтра мастер жестоко выпорол меня кнутом. «Щенок», – сказал он, – «Чомпи Флоренции не фландерские бездельники, которые всегда рады взбунтоваться, у нас и без твоих дурацких бочек хватает тревог». «Мой хозяин, мессер Петр из Штири, скоро выкупил меня из мастерской. Его узуфур вдруг стал пользоваться необыкновенной славой. Как много трудов я положил, чтобы создать этот узуфур великую панацею «звездочка» от всех болезней», – говорил мой хозяин. Адо, поверь, лекарство холодит во рту и вылечивает от простуды и проказа, зубной боли и лихорадки. В состав узуфура входили всем известные вещества, такие как толченые зерна ячменя, проса, сухие листья мяты и шалфея. Однако, после того, как я приготовил и точно развешивал порошки, хозяин забирал их и что-то делал с ними без меня. Только после этих таинственных действий мука и сухие листья превращались в узуфур, который рассылался во все города Тосканы и Ломбардии. О новом лекарстве рассказывали чудеса. И приезжие купцы и аптекари неоднократно предлагали мне большие деньги, если я сообщу им втайне от хозяина секрет приготовления чудесного снадобья. Однажды я поднялся чуть свет и тщательно осмотрел стол, за которым мой хозяин готовил узуфур, единственное, что показалось мне достойным внимания, был тонкий твердый порошок желтого цвета, случайно просыпанный возле ножки стола. Я к тому времени уже хорошо знал свойства коричневой кислоты великого Гебера, царяин звездочка Дии, описавшего способ ее приготовления путем совместной перегонки квасцов, селитры и купороса. Я попробую 54 вал растворить найденные мной крупинки в кислоте, но они не растворились. Значит в узуфур мой хозяин добавляет золото. Мне казалось, что я понял хозяина. Действительно, какой металл может сравниться своим здоровьем с золотом? Железо или медь, пробыв всего лишь год в земле, заболевают, покрываясь ржавчиной, а золото может пролежать в земле тысячи лет и остаться ясным и сияющим, как солнце. Лечить золотом, самым здоровым из всех металлов, вот в чем секрет у узуфура. Но как потом выяснилось, совсем не о здоровье больных думал мой хозяин, когда готовил свое чудодейственное лекарство. Вскоре он стал отправлять частями свое имущество во Францию. Я помогал укладывать вещи в специально сделанные сундуки, и их увозили под охраной надежных людей. А еще через несколько дней после того, как наш дом опустел, хозяин направился ко двору знатного тосканского вельможи. Я сопровождал его и во все глаза смотрел на блестящих рыцарей и дам, составлявших святу вельможи. Этот знатный господин принял нас в отдельной комнате. Он внимательно выслушал моего хозяина. Каково же было мое удивление, когда хозяин представился ему алхимиком, мессером Даниилом из Транс-Иордании, и заявил, что обладает секретом изготовлять эслоту в любых количествах. Снова алхимик. Воскликнул вельможа. Эта стоповица забавна. Великолепное украшение рыцарства. Сказал мой хозяин, склоняясь перед герцогом. Снизой ли ко мне, скромному служителю великой науки, пришедшей к нам из Египта, страны удивительных фарфоровых осу, вдов, которыми ты украсил свой чудесный дворец, благовонного мыла и сладчайшего сахара. Но Египет, как, безусловно, известно вашей милости, является и родиной загадочной и могущественной науки химии, которую арабы, по свойстве неому их языку обычаю, прибавив части цуаль, превратили в слово алхимия. О том, насколько величественна эта наука, можешь судить хотя бы по тому, что сами египтяне называли своз государства химии, а цевитушия светила, сравнить которое я могу только со сверкающим меньше, чем алэ цем, позволь нам показать 55. Наше искусство, и если ты увидишь обман, то пусть моя недостойная голова слетит с плеч. Мне нравится это предложение. Задумчиво проговорил герцог. Это было бы очень кстати. Рассмеялся рыцарь в красном плаще и красной суконной шапке, необыкновен, но похожий на герцога лицом, но с сильно выпеченной нижней губой и непричесанными волосами. Следует выслушать этих двух алхимиков, если они правы не пожалеть денег. Ведь золото сейчас все. Самые гордые землевладельцы вынуждены продавать горожанам или отдавать им за долги меньше, чем вои земли. Флоренция уже не только владеет заповедной милей вокруг городских стен, но раздвигает владения города, скупая земли тех пустотуловых рыцарей, владельцев замков, которые предпочитают дорожный разбой утонченным удовольствием вашего двора. Золото. Если будет золото, мы подчиним себе Флоренцию, мы разгоним торгашей и менял, захвативших власть. Золото и сам папа сделает тебя великим терциагом Тосканы. Рыцарь рассмеялся, обнажив большие желтые зубы. Я подивился его умным речам и меньше, чем страшному виду. Но если Даниил из Транс-Иордании обманщик, то мы всегда сможем поступить с ним так, как Ян того заслуживает. — Оставьте нас, — сказал своей свите герцог. Все вышли. В комнате, кроме герцога, остался только рыцарь в красной шапке. Это, по-видимому, был его брат. Но, — обратился к моему хозяину герцог, — говори все без утайки. О слава пышного века, — заговорил мой хозяин. Я алхимик, философ и врач. Во время многочисленных странствий мне попал в руки удивительный манускрипт, принадлежащий самому Гёберу. Воин, продавший этот документ, привез его из Испании. Он рассказал мне, что язычник, у которого он отнял манускрипт, валялся у него в ногах, предлагая взять взамен жизнь. Мавр все время повторял джабер, джабер, что, как известно нам, ученым людям, означает мусульманское имя великого, Гёбера. Наследник могучих египетских магов и алхимиков, Гёбер описал многие секреты, ныне почти все утраченные. А до шкатулку, — 56 я подошел к своему хозяину и раскрыл шкатулку. Мессер Даниил протянул герцогу тот самый кусок перга. Мента с арабскими письменами, который уже принес столько несчастья моему первому хозяину, доблестья Мугатфриду Кампьенскому. Еще в бурже мессер Даниил отобрал его ум сие, и сейчас я внимательно всмотрелся в свиток. Страшная надпись, сделанная на оборотной стороне пергамента, в которой Виконт Адальберон глумился над своей жертвой, была стерта. Мессер Даниил пристально всматривался в лица герцога и его брата. Они меньше чем интересом рассматривали документ, держа его вверх ногами. Это только часть бесценного документа, его вторая половина, — сказал мессер Даниил. В ней рассказывается о приготовлении золота из вещества, которое мы все знаем. Способ так прост, что, как только ваша светлость соизволит сложить у себя дома печь, достаточную для того, чтобы расплавить золото, сделав его на время подвижным, как ртуть, я раскрою секрет великого Гебера, и вы, ваша светлость, поразитесь его чудесной простоте. — Но какова цена вашего секрета? — спросил герцог. — Две тысячи дукатов. — Твердо сказал мессер Даниил из Трансордании. — И смогу делать золото самостоятельно? — Да, вы сами совершите великое делание. — Из ваших материалов? — Я слышал, что алхимики более всего боятся раскрыть тайну исходных вещества, я уже говорил вашей милости, что материал, из которого вы сами будете делать золото, известен все и за недорогую плату его можно будет приобрести всюду. Ваша светлость, вы узнете все. Распорядитесь приготовить печь, жар которой будет достаточен, чтобы расплавить золото. Мы уже собрались уходить, как вдруг герцог, который что-то сосредоточенно обдумывал, приказал на мой остановиться. — Мессер Даниил. — Сказал он в раздумья. — Мессер Даниил, вы владеете тайной алхимией, вы можете получать золото в любых количествах. — Для чего же вам деньги? — Если вы сами не можете пользоваться этим золотом, тогда золото ли это? — 57 я могу получать золото в любых количествах. — Отпетил мой хозяин. — И если бы Лигурийское море, что плещется и сверкает у камней Генуи, было бы из ртути. — То я бы превратил все море в золото. — Но почему вам не начать хотя бы с нашей реки Орно? — 30 лет назад я получил бы его, но не сейчас. — Сейчас. Герцог был крайне заинтересован. — Золото сегодня — это власты. Золото оторгает у истинного владельца землю его отцов, золото собирает под знамена любого проходимца полчища наемников, парманнов и франков, сарацин и ламбардцеев, золото превращает неграмотных монахов в святых епископов, а свет солнца — в мрак. И если я решился бы получать айлхимическое золото во Флоренции, то я был бы уже здесь великим герцогом, ваша светлость, хотя я этого не достоин и являюсь ничтожеством по сравнению со светлейшим герцогом, вашей милостью. — Вам не нравится быть герцогом? — насмешливо спросил герцог. — Епе достоин. Тихо сказал мессер Даниил, глубоко поклонившись. — Что на завтра все было готово. Нас ждали. Герцог нетерпеливыми шагами расхаживал из угла в угол перед горящей печью. На отдельном столике лежал небольшой мешочек с золотом. — Ваша милость, — сказал мессер Даниил. — Весь секрет в знаменитом лекарстве Узуфур. Неизвестный айлхимик, изготавливающий его в больших количествах, пользовался первой частью того арабского документа, который вчера я показывал вам. Лекарство Узуфур, как вы, несомненно, уже не раз слышали, пользуется большую известностью и спасло жизни многих уважаемых и именитых граждан христианского мира. Герцог одобрительно кивнул. Во второй части документа рассказывается о том, что при сильном нагревании из лекарства Узуфур образуется изрядное количество золота. Вот и весь секрет. — 58, так просто! — воскликнул герцог и ударил в бронзовую тарелку, висевшую у стены. В комнату вбежали слуги. — Ступайте ко всем аптекарям города и купите у них 30 порошков лекарства. Узуфур герцог сел в высокое кресло и не спускал с нас глаз. Через некоторое время стали появляться слуги. В их руках были такие знакомые мне пакетики. Герцог собственноручно высыпал их содержимое в титель. Дурманящий запах наполнил комнату. Через некоторое время на дне тигеля показалось золото. Вызванный герцогом ювелир долго возился с ним, царапал кусочек, затем взвесил его, погружая зачем-то в воду. Я взглянул на своего хозяина, он был безмятежно спокоен. — Это настоящее золото! — воскликнул ювелир. — Бери деньги! — нехотя сказал сеньор Тосканский и указал моему хозяину на мешок с золотыми монетами. — Но мы запрещаем тебе уезжать из Флоренции! — добавил он. В ту же ночь, несмотря на приставленную к дому стражу, мой хозяин и я, переодевшись в одежду простых чумпи, вышли за городскую стену. У меня в сумке лежала большая булка пшеничного хлеба, в середине которой находился увесистый мешочек с двумя тысячами лукотов. Вскоре мы приехали во Францию. Мой хозяин долго ходил по комнате, обдумывая содержание письма обманутому вельможа. Потом посадил меня за стол и продиктовал мне следующее послание — Толу, кто никогда не будет великим герцогом Тосканы. Узуфур, содержащий золото, вскоре исчезнет у осех аптекарей по той причине, что готовил его я сам. Даниил из Трансардании. Я вспомнил про тот золотой порошок, который обнаружил возле стола хозяина, и подивился смелости и дальновидности мессера Даниила. Но такой дерзкий обман всесильного герцога не мог остаться безнаказанным. И вскоре на моих глазах развернулись события, при воспоминании о которых мне и сейчас становится страшно. Во время большой ярмарки мой хозяин при огромном стечении народа показывал троисмутацию железа в золото. Для этой цели я, по его указанию, покрывал золотой гвоздь ржавчиной, замешанной на клею. Гвоздь показывали народу, затем хозяин погружал его в сосуд с коричневой кислотой и, произнося непонятные слова, вынимал через некоторое время. Наиболее знатные вассалы и рыцари толпились на помосте, что еще более усиливало доверие к тому, что делал мой хозяин. Был ясный осенний день. У белоснежных стен города каркасонна звездочка, что высится над рекой Оде, на деревянном помосте стоял мой хозяин. Он уже дважды показывал превращение железного гвоздя в золотой, но народ, плотным кольцом окружавший помост, не давал нам уйти. Я с шапкой в руке спустился вниз, чтобы собрать деньги. Шедро бросаемые приезжими купцами, все были рады небывалому развлечению. То, что раньше могли видеть только знатные вельможи, имевшие своих алхимиков, теперь показывалось всему народу. Купцы из далекой Англии, приехавшие на ярмарку с оловом и железом, купцы из родной мне Фландрии с сукнами и шорсти, чехи, приехавшие в каркасон с кожей и изделиями из стали, боевыми топорами и кольчугами, все предвкушали как дома, вернувшись, они бы удут рассказывать о необыкновенном чуде, которое показал им Даниил из Трансордании. Я поднялся на помост, чтобы отдать своему хозяину деньги, как вдруг увидел пробивающегося сквозь толпу на высоком рыжем коне до странности знакомого вельможу. На нем была красная широкая куртка из тонкой шерсти, низко на лоб была надвинута высокая фламандская шляпа с короткими полями. Где-то я видел его, но где? Не помню. Как я потом досадовал на себя, что не сразу узнал этого знатного господина. Как я мог молчать в ту минуту, когда к нам приближалось неотвратимое и ужасное, что тотчас же развеяло наше благополучие. Но вот вельможа поднялся на помост. Еще не зная, но чувствую, что имеют дело с важным господином, его пропустили вперед, туда, где стоял мой хозяин, показывающий толпе железный гвоздь. Хозяин опустил руку, положил гвоздь на деревянный шестьдесят сруб, покрытый расшитым ковриком, на котором стоял сосуд с волшебным эликсиром. И в этот момент вельможа в красной куртке откинул с лица поля своей шляпы, выступил вперед, и мой хозяин попятился в ужасе. Теперь я узнал господина в красном, узнал по его выпяченной вперед нижней губе, это был брат тосканского сеньора, которого мы так недавно обманули при умочи порошка у Зуфур вельможа вытащил и занес над головой кривой сверкающий меч. Хозяин мой попятился. Меч сверкнул и опустился. Я было закрыл глаза, думая, что моего хозяина уже нет в живых, но вельможа ударил по сругу, на котором лежал гвоздь. Вот он высоко поднял и показывает всем, кто был на помосте, тем, кто столпился внизу половинки разрубленного гвоздя. И всем стало видно, что гвоздь целиком золотой, только сверху измазан ржавчиной. Я бросился бежать, но какой-то ремесленник схватил меня за воротник и ВТА щил на помост. Брат его светлости герцога требовал выдачи моего хозяина. Мы обсудим вашу просьбу, сеньор Лоренцо, ответил ему какой-то важный горожанин, может быть, это был сам мэр Каркасонно. Но приезжий вельможа, поддерживаемый разъяренной толпой, которая шумно требовала смерти моего хозяина, настаивал на своем. «Вы не знаете этого гнусного обманщика!» — кричал он. То, что показывалось сегодня на ярмарке, только шутка по сравнению с тем, на что он способен. «А это что за мальчишка?» — спросил вдруг мэр, указывая на меня. «Кто ты, Адо?» — ответил я как мог тихо. Но толпа зашумела. «Адо?» — «Да он сродни нашей славной реке. Утопить его, утопи-то!» Со смехом и шутками меня потащили к реке, которая, на мое несчастье, называлась рекой Ода. Здоровенный купец, схватив меня за ноги, широко размахнулся и швырнул в воду. Я погрузился до самого дна, а когда начал выплывать, то уже сквозь воду слышал крики толпы на берегу. Ныряя, я выплывал все ближе и ближе к другому берегу. На мое счастье, вода была слишком холодна, а злоба против нас уже успела остыть, и за мной никто пе бросился. Вскоре я уже стоял на друтом берегу. Бегом я бросился к таверне, в которой были оставлены наши пожитки, быстро взбежал наверх и, схватив первую из попавшихся мне наших сумок, выбежал наружу. Через реку на большой лодке возвращались с ярмарки ремесленники и торговцы. Нужно было уходить, и я торопливо зашагал прочь от города. Только тогда, когда белые стены крепости скрылись из виду, я сел в высокую желтую траву и раскрыл сумку. В пей были деньги и драгоценности хозяина. Вне вдалеке от Нарбонна я догнал открытую повозку, в которой сидел мой хозяин. Шесть или семь всадников окружали ее, а впереди, распевая какую-то веселую песню, ехал Лорения из Тосканы. Дорога извивалась среди дюн и кустарника. Я пошел напрямик к видневшемуся невдалеке замку. Замок был маленькой копией города Каркасон на остроконечные крыши на угловых башенках, прорези бойниц, даже ворота были точно такими же. Он только был настолько же меньше крепости Каркасон, как теленок меньше коровы. Ворота были открыты, ров, сухой. Пользуясь сумерками, я беспрепятственно пробрался внутрь замка. Спящий воин возле ворот не пошевельнулся. Оглушительный храп сотрясал воздух. Послышались голоса, и во двор замка въехал Лоренцио на своем рыжем жеребце. Жеребец громко заржал, и из конюшни донеслось ответное ржание. Лоренцио растолкал стража. Тот нехотя пробудился, долго потягивался. А потом вдруг застыл как бы в испуге. Он уставился на лошадь Лоренцо. Я спрятался за грудой сосновых бревен. Из замка выбежал какой-то человек и громко закричал. Огня! Огня! Из низенького домика, примыкавшего к стене, выскочили воины, в их руках были факелы. Я ужасно испу-62 талса, но на меня никто не обращал ни малейшего внимания. Слуги и воины сгрудились вокруг рыжего жеребца, на котором сидел Лоренцо. Низенький и коренастый хозяин замка, тот, что кричал Огия, не обращая впимания на Лоренцо, ощупывал ноги переминающегося и пугливо косящего глазом коня. Вот бары, пролез у него под брюхом, но из-под коня стали доноситься его восхищенные замечания. Шум собравшейся толпы ясно показывал, что слуги вполне разделяют вкусы своего барона. Потом раздалось какое-то бессвязное восклицание, и барон бросился в замок. Лоренцо соскочил с седла на землю, отдал короткое приказание своим солдатам, те спешились. Из телеги раздался стон. Мой хозяин, видимо, хотел обратить на себя внимание. Но слуги замка, окружив рыжего жеребца, ощупывая и похлопывая его, с необыкновенным почетом повели в конюшню. Солдаты уселись возле телеги, в которой лежал мой хозяин, и принялись за еду, а Лоренцо, пожав широченными плечищами, на которых загремела спрятанная под плашом кольчуга, побрел к замку, океа которого засветились маленькими огоньками. Я осторожно последовал за ним и, с бьющностью, сёрт-цем скользнул в приоткрытую дверь. В глубине высоко-то большого зала сидел Лоренцо. Только две или три плошки с горящими фитилями чуть освещали небольшой круг. Все остальное тонуло во тьме. Слуга подал ему большую тарелку из теста с дымящимися кусками мяса. И Лоренцо, отхлебнув из высокого стеклянного сгакана, принялся за еду. Я поделился тому, что владелец замка не приветствует своего гостя. Наверху, куда вела каменная лестница, мелькнул свет. Я набрался мужества и осторожно стал подниматься по выщербленным ступеням. Заглянув в щель при открытой двери, я увидел, что в совершенно круглой комнате мечется владелец замка. Комната была залита светом от многих свечей. Барон вдруг резко сел на табурет и громко прошептал, какая лошадь. Клянусь громом, я таких не видел. Откуда-то со двора донеслось ржание рыжего жеребца, и владелец замка схватился за голову. Я осторожно подошел к нему и упал перед ним на колени. А слава великолепному украшению! Сказал я, стараясь подражать тону, которым мой хозяин, мессер Даниил из Трансардания, говорил с великим герцогом тоскаистским. Владелец замка посмотрел на меня, но мысли его были далеко. Ваша милость, сказал я, освободите моего хозяина. Его везет в телеге тот рыцарь. Тот рыцарь. Тот рыцарь, у которого рыжий жеребец. Проклятие! Мой хозяин не вини, рыцарь, все глоправ. Подчеркивание заревел владелец замка. Всегда. Ты осмеливайся. Я оставил хозяина в повозке, а сам бросился в конюшню. Рука нащупала повод первой попавшейся лошади. Я вывел ее во двор. Это был рыжий жеребец Лоренца. Мой хозяин ласково потрепал его по шее, медленно, прямо с телеги, перебросил свои затекшие ноги на его неоседланную спину, помог забраться мне. Потом он гикнул, жеребец помчался. И мы скакали долго, пока горящий, как костер, замок и искрылся из виду. Мы схали шагом по берегу моря. Сзади все разрастало из-за рева пожара. Эммио казалось, будто я вижу, как в языках пламени сражается сверкающим мечом неистовый и надменный Лоренна. Утром хозяин заставил лечь коня, а мы растянулись рядом на влажном песке. Ветер шевелил мохнатый кустарник. Мягкие, неуловимые струйки песка лились у меня с ладони. Светло-зеленое, сверкающее золотыми блестками море шумело перед нами. Высокие волны набегали на берег и, шипя, отступали. Я не пойду с вами, хозяин. Сказал я. Да, с тебя хватит, я согласен. А ведь из тебя вытел бы неплохой алхимик Адо. У тебя хорошие руки, они многое умеют. Ты грамотный и настойчивый. Мне жаль с тобой расставаться. Или буду алхимиком? Буду. Я буду искать философский камень. Это так интересно. Только не пада обманывать. Не думаю, что он существует, этот камень. Я буду искать. Я люблю смотреть, как плавится мель, как дробится и сливается ртуть, будто олова, расплавленная, но холодная. Я люблю возиться зимой у печи от Аноры и следить, как настой из трав, пока плевоз гонясца из реторта. Я буду алхимиком, хозяин. Мессер Даниил раскрыл сумку. Черт, да ты высыпал все золото. Ваша жизнь стоила его. Хозяин. Фах, нет, здесь осталось несколько монет. Возьми их, Адо. Бери с сумкой. Мне не нужно денег. Я доеду Ломан-Пелье. Там еще не кончилась ярмарка, и продам этого рыжего красавца. Он стоит пи одну сотню дукатов. Но, хозяин, в сумке лежит пергамент. И я вынул тот самый арабский документ, который хозяин показывал герцогу. В ее описан Узуфур, Узуфур. Я не могу читать эти закорючки. Возьми сто, вюль он твой. Может быть в нем содержится секрет красного камня алхимни. Но Адо, если ты в самом деле хочешь стать алхимиком и всю жизнь дышать невелимыми, поядовитыми испарениями, исходящими от раскаления во серебра нлики пящей ртути, то я дам тебе письмо к моему старинному знакомому. Когда-то я учился в Англии, в Оксфорде. Мне пророчили блестящую будущую пость, но я, как видишь, избрал другие пути. Меня очень любил один профессор. Сейчас он оставил кафедру и занимает высокое положение епископа Лникольнского. Я напишу к нему несколько слов, он поможет тебе. Но не рассказывай ему, прошу тебя, обо мне. Он будет, пожалуй, огорчен. В ближайшей таверне у проселочной дороги мой хозяин написал коротенькое письмо на обороте арабского пергамента. И мы расстались. Упругой, неутомимой рысью бежал по светлой дороге рыжий жеребец. На повороте хозяин повернулся, махнул мне рукой и скрылся навсегда. Глава пятая магистр из Оксфорда Т2 года продолжался мой путь в Англию, в графство Линкольн. Это был трудный путь. Часто я вынужден был забывать о своей цели и заботиться о сохранении жизни, о том, чтобы бренная ее нить не прервалась из-за холода и голода. Кем только мне не пришлось быть, пока я не встретился со стариком-жонглером и фокусником. Он обучил меня своему сложному и любимому народам искусству. На рыночных площадях я пел песни о великих битвах и могучих героях, побеждавших великанов и волшебников, подбрасывал и ловил блестящие ножи и несколько медных шаров, а старик сабнрал деньги. Слава о моем искусстве двигалась быстрее бедной лошадки, впряженной в повозку с нашей уторию. Иногда нас приглашали даже в замки, где мы развлекали богатых и знатных вассалов. На юг, говорил мой товарищ, на юг, туда, 68, где плещется море, где не нужно носить тяжелые и теплые одежды. На север, отвечал я. Только на север, мне пужно прийти в графство Линкольн. За дорогую плату лодочник перевез нас из Булани к меловым берегам королевства Англии. Здесь жонглеров еще больше любили, чем в Бургундии или Шампане. Мой друг старик-фокусник простудился в дороге, и я оставил его у крестьянина, отдав старику все деньги, которые имел, а сам продвигался все дальше и дальше на север. В сияющем мае я уже шел по цветущим лугам графства Линкольн. Но жестокое разочарование ожидало меня слуги епископа Линкольнского ответили мне, что тот епископ, которому я шел, уже давно умер. Иди в Оксфорд, посоветовали они мне. Там живет удивительно ученый монах, большой друг нашего покойного епископа. У меня не было больших надежд, но я все-таки пошел, чтобы хоть посмотреть на этого монаха, который получил прозвание Миробилис, несравненный, и об учености которого мне уже давно приходилось слышать. Примет ли он меня? Глубокое равнодушие к моему повседневному труду жонглера и фокусника охватывало меня. Но, когда собирался народ и подбадривал меня криками и скутным подаянием, падающим в мою шапку, я оживал и работал с увлечением. А вечером, вспоминая, как шумит огонь в печи от Аноря, как золото тает, соединяясь со рту тью, как пахнет горящая сера, меня снова охватывало уныние. Неужели я не смогу приняться за изучение чудесных свойств и таинственных превращений разных металлов, неужели я не смогу посвятить свою жизнь алхимии, науке более удивительной и глубокой, чем схоластика и астрология. Попасть в Оксфорд оказалось гораздо легче, чем я предполагал. По всем дорогам тянулись пешие и конные воины. И чем ближе к Оксфорду, тем их становилось все больше. Меня охотно подвезли на телеге, уставленной бачками с вином и тяжелыми боевыми щитами. Рядом ехали налегке рыцари и бароны. Это было странное па-ламничество. В жаркий июньский полдень я стоял на тряской телеге и под приветственные крики подбрасывал и ловил 4,69 острых ножа и несколько шаров. Вдали показались скены города. Я заметил их первые и закричал. Город. Важный барон взобрался на телегу, сбросил меня с целью и стал внимательно всматриваться в крыши и дома Оксфорда. Тород был заполнен всадниками, рыцарями, слугами. В сопровождении огромной свиты появился король. Его имя было Генрих 11. И бароны, которые сопровождали его, скорее вели его как пленника, чем как поданные своего короля. На следующий день я пришел к высокому зданию Оксфордского университета. Полутемным коридором меня провели к узкой двери. Я долго ждал. Из-за двери проникал такой знакомый мне запах горящей серы, слышалось равномерное журчание, которое производит пестик, растирающий порошок в ступе. Раздался звон разбитого стекла. Наконец дверь открылась. Комната была светла, и я невольно зажмурился. Высокий и грузный монах, в грубой сутане францисканца, босиком стоял передо мной. Его танзура на макушке была давно не бритой, и бурно выящиеся волосы падали на лоб. Монах внимательно всматривался в темноту коридора. «Кто ждет меня?» Спросил он. «А до юношей с Фландрии», — сказал я, делая шаг к двери. «Я долго искал епископа Линкольнского, но он умер. И вот я пришел к вам. Имя моего незабвенного учителя священно для меня», — сказал монах. «И я понял, что это и был тот самый магистр, о котором мне говорили слуги епископа. Он пропустил меня в свою мастерскую. Разве могла сравниться эта замечательная, наполненная удивительными, неведомыми мне сосудами комната, настоящая лаборатория алхимика, в которой за большими столами работали ученики и помощники, с тем жалким амбаром, где работал мой добрый и несчастный хозяин Готфрид Компьенский. Разве можно было сравнить ее с сундучком мессера Даниила из Транс-Ардани, где лежало десятка два разных веществ, и которые он все-таки имел наглость называть своей лабораторией? Семьдесят робость охватила меня. Я протянул магистру пергамент, на котором мессер Даниил написал письмо епископу Линкольнскому, и стал в сторону, наблюдая за быстрыми движениями учеников. Двое из них пытались разжечь большую печь. Движения их были неловки, и я, воспользовавшись тем, что великий ученый был погружен в чтение письма, осторожно предложил свои услуги. — Поразительно! — воскликнул магистр. — Это настоящий документ. Дети мои, — обратился он к учен в КАМ. — Этот юноша принес мне замечательный пергамент. Столетия странствовал этот документ, пока не попал в мои руки. И я вижу перст судьбы в том, что он шел к моему другу и учителю Роберту Грассетисту, а пришел ко мне. Это мой чудесный учитель прислал привет из своей холодной могилы. — Мальчик, мы заплатим тебе за него. — Мне не нужно денег, — сказал я. Мой хозяин, мессер Даниил из Трансардани, написал на обороте этого листка письмо. Магистр быстро перевернул пергамент и рассмеялся, «Ах, вот что! У него просто не было бумаги, и он использовал этот замечательный документ для письма. Он уподобился тому невежественному монаху из Тулузского скриптория, который стер бесценную рукопись Аристотеля, чтобы занести на пергамент число поступивших бочек вина и заполнить картулярию с указанием земель, принадлежащих аббатству. Даниил из Трансардани пишет моему высокочтимому другу, что ты, сын мой, до те годы работал у различных алхимиков, мечтаешь и любишь искусство великого делания, что ты находчив и умел. Два года прошло с тех пор, как этот документ был написан. Осталось ли твое желание твердым, ибо каука требует не высокопарных речей и бездоказательных рассуждений, а великого труда, внимания ко всему, что происходит в колбе, над печи, в воздухе и в небе. Я хочу быть алхимиком, твердо сказал я. Мне пичево уже не страшно. Я видел и холод, и голод, я убегал от толпы разъяренных людей. Но два последних года я был. Я был жонглером. Ученики, бросавшие завистливые взгляды на мепе, так как учитель уделил мне, недостойному, столь много внимания, громко рассмеялись. Уличный фокусик будет искать философский камень. Презрительно бросил один из них. Руки, поспавшие ловкость, сердце испытания, тело, привыкшее к лишениям. Это богатство алхимика. Тихо сказал магистр, и все смолкли. Тед, продолжал магистр, обращаясь к одному из учеников, проводи Адо и покажи ему келью, в которой вы живете. На корме его. А будет вашим товарищем. И началась самая удивительная и прекрасная жизнь, какую я когда-нибудь знал. В большой комнате за дубовым столом мы, ученики великого магистра, собирались поутру, чтобы прослушать лекцию об удивительных свойствах минералов, об открытиях, сделанных нашим учителем в таинственных и темных рукописях древних авторов, о трудах великих ученых Востока Авиценны и Авензара, Газиса, называемого арабами Ар-Рази, и Джабира Ибн Хаяна Звездочка. Мои товарищи вскоре полюбили меня и привязались ко мне. Многие испытания, выпавшие на мою долю, сдепали меня покладистым и незлобивым. Я легко прощал им насмешки над моей внешностью и моим выговором. Свободного времени у нас было мало, мы ставили десятки удивительных опытов и открывали под руководством учителя небывалые вещества и необыкновенные свойства известных тел. Теперь уже никто не сомневался, что недалек тот день, когда в круглом стеклянном сосуде мой учитель назвал его философским яйцом ртуть «Мать всех металлов» и «Сера, отец, соединившись, дадут философский камень, заветный красный камень алхимиков, способный превратить свинец или медь в золото. В этот период мой учитель уже находился в Апале. Временами его увозили в какой-то монастырь близ Парижа, но жило большей частью в Оксфорде благодаря некоторым надеждам, которые возлагал на него папа Клименту. Часто к моему учителю приходили другие монахи Анпарит и Звездочка. Оборванные нищие, с горящими глазами, они приносили в нашу лабораторию вести со всех концов королевства Англии. Удивительные и небывалые вещи творились в этой стране. Бароны ненавидели короля, окружившего себя надменными иностранцами, многие из которых не могли разговаривать на том языке, на котором говорил простой народ. Рыцари с ненавистью говорили о поборах, которые взимало с них королевское казначейство, палата шахматной доски. Говорили, что там на длинных, разделенных продольными полосами столах, высятся груды серебряных монет, а воздух пропитан запахом крови поданных жестокого короля. В нашей лаборатории бессменно сидел монах-францисканец с быстрыми, маленькими глазками. Мы знали, что он наблюдает за нашим учителем, подслушивает наши разговоры, следит за теми, кто приходит к нам. И каждый из нас старался напакостить этому монаху, как только мог. О, если бы мы знали, что ожидает нашего любимого учителя, мы, нисколько не колеблясь, уничтожили бы этого мерзкого монаха. Но он казался таким глупым, что он кто из нас не видел опасности. К этому времени, погруженный в чтение арабских кик, наш учитель обратил внимание на сильно горящие порошки, в состав которых входили селитра, уголь и сера. Он очень долго искал нужное соотношение этих веществ, пока не стал получать смеси, горящие быстро, ярко с громким шипением и треском. Я растирал в большой бронзовой ступке каждый порошок отдельно. Крылом дикого гуси мы смешивали их на плоском камне и подносили горящую лучину. Для нас такой опыт был большим развлечением, но учитель всегда смотрел на него чрезвычайно серьезно и сердился, когда мы сопровождали опыт смехом и шутками. Вы и не знаете, какому страшному зверю мы открываем клетку. Часто говорил он, шоссе за стенами университета бушевала междоусобная война. Мы понимали, что наш учитель был всем сердцем на стороне графа Лестерского Симону Дамапфора Звездочка, который смело поднял оружие против короля Гепреха 1 и 73 не менее интересовался всем происходящим и пучеглазый монах, брат Бенефаций. Он внимательно и настороженно следил за всеми нами. Особенно он поставил на том, чтобы мы ежедневно молились о даровании победы нашему монарху над злобным врагом. Победа Дамапфора была бы смертельно опасна монахам Франца с концам, так как укрепила бы английскую церковь и сделала все менее зависимой от римского папы. Наконец в мае 1264 года в Оксфорд пришло известие о том, что невдалеке от пролива, отделяющего английское королевство от его французских владений, произошла жестокая битва, в которой граф Симон де Монфор в союзе с горожанами и рыцарями на голову разбил войска короля. Сам король, как о том поведал нам один из монахов, попал в плен вместе со своим старшим сыном. Мы все откровенно ликовали, а брат Бенефаций перестал нас посещать и даже сказал одному из учеников, что собирается уехать в Аквитанское королевство «звездочка» так как климат Англии ему не по душе. В этот момент наш великий учитель совершил, казалось бы, незначительную ошибку, которая, однако, имела самые неприятные последствия для всех нас. В присутствии брата Бенефация наш учитель производил один из этапов великого делания, как вдруг на какое-то мгновение ее железный стержень, которым он размешивал кипящую смесь, покрылся тонким слоем желтого блестящего металла. Учитель воскликнул. «Дети мои, я на правильном пути». Мы все с любопытством и восторгом смотрели на блестевшую, как золото, полоску. «Любезный брат мой», — обратился Бенефаций к учителю. «Правильно ли расслышали мои грешные отверстия?» Брат Бенефаций прикоснулся к сморщенным и грязным лепешкам, заменявшим ему уши. «Я ничего пи утверждал определение, скорее всего и ошибся», — ответил учитель. «И у меня жалость что-то в груди от жалости, что такой могучий человек, такой всесторонний ум вынужден унижаться перед этим паршивым монахом». «Дети мои, ведь это ошибка. Это конечо, ошибка, это не золото». Он внес железный стер 74 жень в огонь, и золотистый слой немедленно потемне. «Это медь, конечно, это медь, дети мои». Но было уже поздно. Ночью из Оксфорда выехал на низкорослой быстрой лошадки рябой фрапца Исканец, который часто шептался с братом Бонифацием. Я хотел его догнать, но мой друг отсоветовал мне. «Я знаю, что поповез монах», — сказал он. Ночью я прошел в келью брата Бонифация. У него на столе лежало письмо, сам он спал, и, судя по запаху, в комнате было выпито немало вина. Бонифация извещает этим письмом папу Клементия, что наш учитель на правильном пути. Хорошо еще, что он ничего не прибавил. Не думаю, чтобы такое письмо могло сыграть роль. Да, сейчас и монахи побаиваются открыто действовать против воли правителей Англии. Однажды в воскресенье, был жаркий день июля, мы, достав бочонок пива и сбросив с себя напряжение последних месяцев, во время которых нам пришлось очень много работать, веселились вовсю. Меня попросили тряхнуть стариной. И я, вскочив на стол, жонглировал круглыми камешками и другими предметами, которыми ее бросали. Среди них были и мои медные шары, с которыми я пришел в Оксфорд. Мы употребляли их для растирания мягких минералов. Я жонглировал на столе, с которого перед этим все было убрано в большую бронзовую ступку, стоящую у окна. Громко распевая шуточную песенку о том, как жатный граф считает бегающих по полю свиней и все время ошибается, я в такт словам бросал и ловил ножи, камешки и шары, как вдруг в наступившей тишине почувствовал, что что-то произошло. Я оглянулся и увидел строгое лицо учителя. Я быстро стал ловить и разбрасывать предметы всем, кто присутствовал в комнате, наконец в моей руке остал. Ся медный шар. Я метнул его в ступку. И тут случилось что-то ужасное. Я никогда не слышал такого громкого треска и шума. Не могу подыскать слова, чтобы это описать. Он был похож на весенний гром или на грохот падающих в альпах камней, он был в сотни раз громче, чем рев толпы в тысячу человек. Синий дым вырвался из ступ 75 ки. Я упал со стола и как раз вовремя, так как сверху посыпались раздробленные камни и пыль за волокла комнату. Ты пришел сюда с этим шаром и спим и покинешь лабора Торню, полумал я. Постепенно дым рассеялся. Учитель винматерью разглядывал ступку. Она сохранилась. Шоптал он. Она цела, цела. Он поднял голову. Мы также посмотрели на потолок и изумились в своде. Появилось глубокое отверстие, на целую ладонь в глубину. Я, повинуясь знаку учителя, пододвинул стол к окну, влез на него и просунул руку в отверстие. Каково же было мое удивление, когда в глубине я ощупал что-то круглое. Учитель протянул мне серебря и зеркало. И я, наведя по нему луч Солицеа, ясно увидел, что это был мой шар. Значит, он вылетел из ступки оверх с такой силой, что пробил в потолке глубокую дыру и он застрял в ней. Принесли кирку. Мы разрушили часть потолка и шар упал сверху. Учитель долго его рассматривал, потом спросил, что было в ступке. Мы почали вспоминать те задания, которые получили на сегодняшний день, но ничего, что могло бы вызвать такой треск и гром, не могли найти, пока один из учеников не сказал, учитель, простите меня, но я виноват. На столе было немного рассыпанного порошка из серы, угля и селитры. Мы называем его огненным порошком. Я смахнул его со стола в ступку. Простите нас. Вы милые дети, сказал после которого молча не я учитель. Вы сами и знаете, что нашли. Я давно думал, что огненный порошок, пришедший к нам от арабов, а по слухам известный и загадочному Китаю, откуда приходят раскрашенные с поверхи ости фарфор и чудесные мечи из железа, столь ценимые древними римлянами, я давно думал, что этот порошок найдет применение в кровавой науке войны. Но мне казалось, что его можно применить только для разрушения стен осажденной крепости. Я ошибался. Ведь если сделать ступку из бронзы побольше и подлиннее этой, то она сможет вытолкнуть большое каменное или медное ядро, которое сметет все на своем пути. Я вижу новый век. Он рождается, окутанный дымом огненного порошка, в грохоте летящих ядер, от которых не сможет спасти ни щит, ни панцирь, ни стены крепостей. Жаль, как жалы. Я сожалею только о том, что ты, Адо, бросил свой шар сегодня, не раньше. Дети мои, продолжал наш учитель. Дети мои, темные тучи сгущаются над королевством Англии. Крестьяне ожитают в замке своих господ. Они так кричат Монфор. Монфор, что трусливые бароны и рыцари дюжинами переходят на сторону бежавшего из плена короля и его старшего сына Эдуарда. Быть битве. Вчера один монах, человек большой учености, вся жизнь которого пост молитва подвиг, чем он так не походит на богатых епископов и кардиналов, погрязших в роскоши и богатстве, сообщил мне, что к реке Эйвон сходятся войска короля и войска графа Лестерского. Там и решится судьба королевства. Мне страшно, когда я думаю о будущем Англии. Если король победит, то папа, жадный и кровавый римский папа, приобретет необыкновенную власть над всеми сословиями Англии. Учитель вышел. Я пошел за ним. Адо, сказал он мне, я благодарен тебе за то, что, сам того не ведая, ты приоткрыл завесу над будущим. Ты очень удачно бросаешь свои шары, ты очень ловок, Адо. Я даю тебе имя Меканикус. И тебя всегда будут так звать. Учитель наклонился и достал из-за своей деревянной кровати длинный березовый ствол. Он раскрыл его, как раскрывают шкатулку, и вытащил завернутый в материю меч. Подчеркивание, иди, Адо. Ты молод и ловок. Я напишу несколько слов графу Лестерскому. Может, он воспользуется моими знаниями. Не мир я несу, но меч. Я буду ждать тебя, Адо Меканикус. — Учитель, — сказал я, — но пока я доберусь до побережья. — Нет, ты успеешь, — перебил меня учитель. Войска сходятся возле реки Эйвон, но пе той, что несет свои воды в пролив, а той, что вблизи Глостера сливается с рекой с севера, за день ты доберешься до нее. И я шел всю ночь и весь день. Леса преграждали мне путь. Я вброд переходил ручей. К вечеру на зеленой поляне я нашел оседланного коня. Он был в мыле, и в его холку глубоко вонзилась стрела арбалета. Я вынул ее и поскакал вперед. Когда я подъехал к крепости Ившим, все было кончено. Мимо меня по дороге промчались рыцари короля, потом медленно прошла толпа пленных. Стонущий, смертельно раненый лондонец тихо сказал мне, — Манфор убит, король разбил нас. Я поскакал назад. Конь уверенно шел по едва видной тропке над быстрым ручьем, но вскоре пал. Утром я вошел в Оксфорд. Меня Пикто не встретил, и я прошел в келью к учителю. Он ждал меня, его лицо осунулось. Глаза были красны от бессонницы. Оп с силой швырнул в угол меч, который я ему протянул, и закрыл лицо руками. Королевские гопения охватили Англию. Ежедневно приходили слухи о новых казнях и рассеравах со сторонниками графа Манфора. Учитель все время проводил с нами. Часами ой развивал перед нами картины будущего. И Нипе могли и верить ему, столь велика была его убежденность. Показывая нам шлифованное круглое стекло из серни, он говорил, что при помощи нескольких таких стекол люди смогут разглядывать скрытые от глаза тайны малых тел, что они научатся видеть далекие предметы так ясно, как если бы они были рядом. Он говорил, это люди сделают машины, которые без помощи усилий человеческих рук или впряженных лошадей будут с огромной скоростью передвигаться по земле. Что настанет до? Глава 7. Вторжение. В Старом Атапоре снова пылает огонь. Утром 1 сентября 1939 года Телеграф принес известие о начале наступления главных сил германского командования против Польши. Волнение и страх охватил Бельгию. Абсолютный нейтралитет, объявленный королем Леопольдом, не был надежной защитой моему народу. Полем битвы Европы назвал Бельгию Наполеон, а мы знали, что и состарившиеся над картами прусские генералы, и новые гитлеровские выскочки в ноль готовы мимоходом заглянуть к нам. В сейфах гитлеровского вермахта лежали покрытые сургучными печатями пакеты. Вскрыть в день Икс, так было написано на Кае дом из них. И день Икс наступил. 10 мая, в шестую годовщину смерти моего отца Юстуса, меня разбудило жужжание самолетов Гитлера. Мой сын Ян вбежал ко мне с ворохом новостей. Правда была похожа на раздутую сплетню, слух уже через час превращался в праву. Опасаясь печального опыза Первой мировой войны, когда король Альберт взрывом плотин задержал армию Вильгельма, немцы на этот раз бросили эскадрильи пикирующих бомбардировщиков по подрывные станции, от которых шла сеть проводов к фугасам, спрятанным под плотинами и мостами. Опоры бельгийской армии, форт Эбен-Эмайоль был взят немецыкими парашютистами с воздуха. Превосходящие в десятки раз по численности, вооруженные до зубов фашистские армии хлынули в Бельгию. Вся операция оказалась только маневром, скрывающим истинные помирения нацистского генерального штаба. В то время как армия фон Бока захватывала Льеж и Брюссель, Антверпен и голландский Амстердам, армии фон Рундштета, прорвавшись в Орденнах, стремительно катились по прослочным дорогам Франции на запад, оставляя растерянцы ее, деморализовоенные французские гарнизоны в бетаэрованных крепостях. Наши защитники из британского экспедиционного корпуса бежали к Дюнкерку. Свастика в белом кругу покрыла очертания моей страны на официальных картах гитлеровского штаба. Гибельная политика невмешательства, потакание фашистам внутри самой Бельгии, неподготовленность военных, трусость короля Леопольда Шоссе, который даже не смог отступать, сражаясь как делал это король Альберт, привели к величайшему национальному унижению Бельгии. 28 мая Бельгия капитулировала, потоки беженцев, словно полые воды, затопили дороги, и всюду, куда бы ни приходили люди, их обгоняли черные мотоциклы передовых немецких частей. Костливый гость, голод пришел в каждую семью, в каждый дом. Вновь, как и в былые времена, кайзеровской опко. По цей застучали по улицам Бельгии деревянные башмаки голодных рабочих, а мимо них потянулись транспорты грузовиков, наполненных награблением добром Франции и Бельгии. Брюссель превратился в город развлечений для гиглеровских офицеров и солдат, переполнявших кафе и рестораны замершего, настороженного города. В жаркий июньский день прямо по тротуару к моему дому подъехала огромная штабная машина. «Какой-то Мерседес Бенц», — сказал мой сын Ян, высовываясь из окна. «Они к нам, папа». Я не пошевельнулся, когда комната наполнилась гитлеровскими офицерами. «Вот он», — раздался громкий голос одного из них, «Карл, дорогой Карл, неужели ты не помнишь меня?» Я всмотрелся в тучного немецкого капитана. Его упитанное лицо показалось мне знакомым. «Но маги-алхимик, неужели не узнаешь?» «Вольфганг, матери!» — вскрикнул я, узнав своего товарища полицею. «Господа!» — обратился матери к присутствующим. «Я хочу представить вам своего старинного друга и приятеля, Карла Меканикуса». Офицеры поклонились мне. «Вы свободны, я приду в штаб часа». Через два офицера ушли. Внизу раздался шум мотора. И мы остались с Вольфгангом с глазу на глаз. «Но как же ты живешь, Карл?» — говорил Вольфганг, выкладывая на стол пакеты со снетью. Высокий бжилистый солдат, видимо его денщик, принес ящик свисто трипом. «Ты что-то иерат моему приходу?» «Карл, Карл, какое счастье для тебя, что я был в частях, занявших Диная». «Какое счастье!» «Ты чё не рпи, в чём мы и будешь пуждаться». «Вот мой сып!» — сказал я Вольфгагу, показав на вошедшего в комнату Яна. «Он чудесный малый!» — закричал Матерн, фамильярно обнимая Яна. «Чудесный, настоящая белокурая бестия! Он совсем не похож на тебя, Карл, и на твоего отца. В нём нет ничего алхимического. Он, конечно, Фламинган. Звёздочка, я не сомневаюсь в этом. Бедный Карл!» — продолжал матери, раскупоривая бутылку вина. «Бедный Карл! Сколько тебе пришлось вытерпеть из-за своего фламандского происхождения, звёздочка!» «Тебе истинному нёмцу!» «Но теперь это уже позади!» «Мы в Германии были невероятно возмущены, когда узнали, с какими трудностями тебе досталась кафедра в Льёжском университете!» «Но теперь мы покажем этим волонским выродкам, покажем, на чьей земле они живут!» «Мы вспомним древней, как эта земля, клич Брюкской заутрине, щит и друг!» «Щит и друг матери встал, провозглашая клич, с которым во время религиозных войн ремесленники Брюги в одно утро вырезали всех горожан, говорящих на французском языке!» «Но Ян всё испортил!» «У меня много друзей волонов!» «Сказал он, обернувшись к двери!» «И времена Средневековья прошли, господин капитан!» «Дурное воспитание!» «Проворчал Матерн!» «Но, Карл, поверь, проснётся расовое самосознание, и этот чертёнок себя ещё покажет настоящим солдатом Германской армии!» «Так, разве?» «Гейцеев!» «Не всех!» «Нет, нет, только полноценных, мой дорогой!» «Атвы не фламандцы под особой защитой немецкого оружия!» «Мы восстановим их привилегии!» «И никакому выродку французишке не позволим командовать людьми тени!» «Неужели вы будете призывать боль германской крови?» «Но ты никак не можешь развеселиться, Карл!» «А, понимаю, понимаю!» «У тебя нет денег!» «Эдвин!» «Позвал он своего денщика!» «Эдвин, принеси немного денег из чемодана!» «Но тысяч пятьдесят сто!» «Выполни!» «Эдвин принёс деньги в полах кителя, как носят хозяйки свежеснесённые яйца!» «Десятки пачек, по пескульку тысяч в каждой, выстроились на столе между консервными банками и бутылками вина!» «Вольфганг был в восторге!» «Вот они, вот они!» «Говорил он, с треском распочитывая пачку!» «Это всё тебе, Карл!» «Конечно, это более приятная форма сочувствия, чем слова!» «Да, друг познается, а море, море, орё, ра!» «Больше чем только это я и помню из лицейской латыни, Карл!» «Любовью, нравом, словом, делом познаётся друг!» «Как это правильно?» «Я взял одну ассигнацию и с удивлением и рассматривал, но, Вольфганг!» «Сказал я, это не наши деньги!» «Карл, ну неужели я стал бы тебя обманывать?» «Ты обижаешь меня?» «Но таких денег я не видел!» «Следовательно, ты ещё не видел денег вообще!» «Это оккупационные марки, Карл!» «И за каждую марку ты получишь 10 бельгийских франков короля Леопольда!» «Признаться, в этот вечер я составил компанию Вольфгангу!» «Мы вспоминали прежних друзей и юношеские проказы, я быстро охмелел и смеялся солдатским шуткам Вольфганга!» «Моё веселье было проникнуто нервозностью!» «Ужасные события последних недель, неопределённость, непрестанный страх!» «Страх перед летящими над головами бомбарлировщиками Гюринга, перед марширующими по улицам солдатами, перед какими-то дикими распоряжениями и приказами немецких комендантов!» «И вдруг передо мной сидит гитлеровский офицер, один вид которого внушает моим соселям страх!» «И это совсем не офицер, это же мой Вольфганг, мой товарищ, школьный товарищ!» «Что он такое рассказывает?» «А это действительно смешно!» «Часть пути, где Нану Вольфганг ехал в большом ГРЗ-вике, в котором была установлена машина, печатающая оккупационные марки!» «Они печатали их день и ночь, а к ним то и дело подъезжали офицеры связи и забирали свежие ночки для своих солдат!» «Это действительно смеш-па!» «Люля должен и трудиться, в поте лица своего заработывать хлеб пасущный, профессора толкуют об иконами кё, министры разглагольствуют в парламенте о бюджете, а здесь!» «И сто марок, хлоп, хлоп и тысяча!» «Да, Вольфганг прав и в отношении фламандцев!» «Нам было труднее получить работу, чем валоном!» «Еще бы!» «У валонов покровителем выступала победительница в прошлой войне, Фраецея, а у нас сейчас Германия!» «И Германия сильнее Франции, сильнее!» «Превыше всего Германия!» «Как это Матерн сказал?» «Танки вперед!» «Артиллерию назад!» «Авиацию наверх!» «Дейчланд!» «Дейчланд убирал лес!» «Утром я проснулся и не сразу мог понять, что произошло!» «Я оторвал голову от стола!» «Лицо было в чем-то липком!» «А это вино!» «Бутылки подрагивали на столе в такт грохагу проезжающих по улице танков!» «Да!» «Приехал Вольфганг!» «Деньги!» «Сколько их?» «Ян!» «Циркумфлекс!» «Циркумфлекс!» «Позвал я!» «Ян, иди сюда!» «Мио Пикто и Ие ответил!» «Я прошел в комнату сына!» «Его кровать была застелена!» «На часах было шесть утра!» «Значит, он не приходил домой!» «Это из-за того, что я принял Вольфганга!» «Не мог же я указать ему на дверь!» «Ведь он мой школьный товарищ, мой друг!» «Но он пришел сюда не как мой друг!» «Неужели Ян не понимает?» «Но я позволил ему сделать мне сюрприз!» «Ему ведь так же здесь должно быть не по себе, хотя он никогда не отличался щепетильностью!» «Но где же Ян?» «Он обиделся, мой мальчик!» «Он не ожидал от меня, что я сяду с германским офицером пить вино!» «А ведь нужно как-то приспосабливаться, я маленький человек!» «Кто-то хлопнул дверью!» «Это...» «Ян!» «Ян!» «Позвал я, спускаясь вниз по лестнице!» «У раскрытых дверей стоял незнакомый мне человек в черном свитере!» «Вы Карл Меканикус?» «Спросил человек!» «Да, я...» «Вы отец Яна?» «Да...» «Или он...» «С ним что-то случилось!» «Ян арестован Бошами!» «За что?» «Вы говорите неправду!» «Ян арестован гитлеровцами за порчу кабеля!» «Он не мог этого сделать, он всегда советовался с Айной!» «Откуда вы знаете?» «Я работал вместе с Яном на станции!» «А когда это произошло?» «Всех, кто работал на путях, взяли!» «Нас было 60 человек!» «Гитлеровцы сказали, что расстреляют всех, если тот, кто перерубил кабель связи, не выйдет вперед!» «Ян вышел!» «Его взяли!» «Но он не виновен!» «Я не могу поверить!» «Он не резал кабель!» «Кабели — это моя специальность!» «Он вышел для того, чтобы спасти остальных!» «Мы раньше не очень доверяли ему, ведь он сын состоятельного инженера!» «А он...» «Он...» «Хороший мальчик, ваш Ян!» «А это вы?» «Понимаю, понимаю!» «Как зовут вас?» «Жак Фрезер» «Волон...» «Так, так...» «Мой мальчик ничего не знал, его даже не интересовали газеты!» «Это вы распропагандировали его!» «Вы...» «Но что делать?» «Куда пойти?» «Его нужно спасти, спасти немедленно!» «А с вами я еще раз считаюсь!» «Моя жизнь принадлежит вам, товарищ!» «Товарищ!» «Я вам не товарищ!» «Вы моего сына сбили с прямого пути!» «Капитан учился бы, он стал бы ученым!» «У него замечательный, цыпкий и сильный ум!» «А сейчас что делать?» «Я пойду!» «Пойду к Матерну!» «Я найду его и освобожу Яна!» «У меня есть друг, большой друг!» «Он офицер и поможет мне!» «Я сразу нашел капитана Матерна, его знали все!» «Что случилось, Карл?» «Спросил он меня!» «Ты так взволнован!» «Моего сына арестовали!» «Он мне виновен!» «Вольфганг! Спаси его!» «Арестовали!» «Мне вообще неприятно заниматься такими делами!» «Я служака, строевик!» «А где его взяли на станции?» «Матерн позвонил!» «А я как завороженный смотрел на серый ящик полевого телефона, от которого змеей шел красный лоснящийся резиновый жгут!» «Из-за такого вот куска резины страдает мой Ян!» «Какая глупость!» «Говорит капитан матери!» «Да-да!» «Скажи, твои ребята вчера задержали некоего Яна Меканикуса!» «Это сыпь моего!» «Ах так!» «Тридцать!» «Зо-зо так!» «Так!» «У меня все сжалось внутри, в матери, и глядя мне в глаза, все говорил!» «Зо-зо за ноль!» «Больше чем потом» «И бросил трубку, поднесал пропуск, и все еще не глядя на меня, сказал!» «Ты дурно воспитал своего сына, Карл!» «Это ужасно!» «Что произошло, Вольфганг?» «Он плохо себя вел, вызывающе вел себя!» «Полчаса назад он был подвергнут экзекуции, какой экзекуция!» «Вольфганг, проси их!» «Ты же всех знаешь!» «Он расстрелян, Карл!» «Мне очебжаль!» «В тот же вечер какие-то рабочие в покрытых углем комбинезонах принесли мне моего мальчика!» «Мы похоронили его во дворе, возле стены!» «Об был настоящим патриотом!» «Сказал Фрейзер!» «Изго слова падали, как капли раскаленного металла, в мой мозг!» «Он был смелым, честным!» «Он хотел спасти Лех, кто уже начал борьбу с фашизмом!» «Пожалей меня, пай жизнь потеряла для меня всякий смысл!» «Я сидел возле окна и смотрел на свинцовые воды Моаса!» «Вот прошли самоходные боржи!» «На корме, возле рулевого, германский солдат!» «Вот прошел катер!» «На его крыше, болтая ногами в широких сапогах, сидит германский солдат!» «По набережной прошла группа бельгийских предателей Рексистов Звездочка!» «Они вооружены, но их охраняют гитлеровские солдаты!» «Такая тяжелая поступь у завоевателей!» «Кажется, что каждому их шагу с тоном отвечает Земля!» «Вот опять катера что-то везут!» «А?» «Это хлеб для солдат!» «Новый порядок имеет хороший аппетит!» «Люля, хлеб, уголь!» «Все нужно гитлеровскому Райху!» «Мне принесли какую-то квадратную бумажку!» «Хлебная карточка!» «Так сказала мне соседка!» «Аналу войны торговала открытками и марками, я ее помнил!» «Оказывается, что больших трудов стоило ей достать для меня эту карточку!» «Люди, которых я пикок депе знал, приходили ко мне!» «Дверь, в которую внесли моего япа, была всегда открыта!» «Брали из моих рук карточку и клали на край стола крошечную порцию хлеба!» «Люди всегда на что-то косились!» «А это, вероятно, на деньги!» «Они так и валялись на полу и на столе, между бутылками вина и консервными банками!» «Я не притрагивался к ним!» «Грязные, крововые деньги!» «Может быть, если я показал бы матерну на дверь, мой Ян не вышел бы из толпы!» «И был бы жив!» «Жив?» «Нет!» «Он благородный мальчик, он все равно вышел бы, чтобы спасти тех, кто борется!» «А борются ли или вот так сидят возле окна и считают боржи с хлебом, который похищает Германия у моего порода!» «Нет!» «Нет!» «Не может быть!» «Опи борются!» «И, если придет Фрезер, я спрошу у НЕК-4, что они делают, что долать мне, чтобы отомстить за Яна, за тысячи и тысячи арестованных и убитых!» «Но Фрезер что-то не идет!» «Его уже не было семь дней!» «Целых семь дней!» «Вот кто-то поднимается по лестнице, берет веник, подметает!» «Это тетушка Марта!» «Ее очередь сегодня принести мне хлеб!» «Он не нужен мне, этот пемецекий хлеб, не нужен!» «Я и хочу его есть даром!» «Я хочу работать, я ведь очень сильный!» «Меканикусы все сильные, и Ян был очень сильным!» «Если бы он вырос, совсем вырос!» «Нет, я даром есть хлеб, не хочу, я хочу!» «Но что я могу?» «Один!» «Было совсем темно, когда в комнату вошел Фрезер!» «Он встал за моей спиной и также смотрел на Моас!» «Прикрытый заслонкой красный огонек дебаркадера против моего окна дробился на волнах спокойной реки!» «Узкой красноватой полоской вставала на горизонте Зарева!» «Чутунные украшения на куполе собора, казалось ожиля!» «Обирать нефтеперегонный завод!» «Тихо сказал Фрезер!» «Вчера в Антверпене фашисты приказали всем евреям надеть специальные повязки!» «Весь город вышел знак авторского права такими повязками, а крестьяне!» «Как крестьяне-фламандцы!» «Вначале плохо!» «Оки поверили немцам!» «Но потом, когда вслед за бандой фашистских пропагандистов пришли налоговые инспекторы, когда начались реквизиции скота и хлеба, они быстро прозрели!» «Прозрели!» «И теперь германский солдат не рискнет в одиночку пройтись по улицам Фламандской деревни!» «Вы знаете, господин Меконикус, этот завод!» «Шинний завод!» «Знаю!» «Бельгия горит вертикальный слэш!» «Мы еще долго смотрели на реку, потом Фрезер пошел к выходу!» «Жак!» «Проговорил я, подождите!» «Я пойду с вами!» Фрезер живо обернулся, посказал, «Я приду завтра!» «А завтра Фрезер вынс из моего кабинета и разложил на столе старинное охотничье оружие!» «Критически осмотрел его!» «Нет!» «Сказал он!» «Это все не годится!» «Что вы можете делать?» «Я хорошо стреляю!» «У меня были призы!» «Вы не верите, Фрезер!» «Что еще?» «Ну, я могу!» «Я хочу бороться вместе с вами!» «Что еще вы можете делать?» «Я ученый!» «Понимаете, Фрезер!» «Инженер-химик!» «Вы химик!» «Так почему вы до сих пор молчали?» «Но разве сейчас пужнозаводы?» «Разве?» «А здесь, у себя дома, вы не смогли бы вести с кожом!» «Вести научную работу?» «Конечно!» «Но я не понимаю!» «Ах, да помолчите!» «Резко сказал Фрезер!» «И его неожиданная грубость была радостью для меня!» «Я нужен, да, да, я им пригожу с тем, кто борется!» «Я нужен народу Бельгии!» «Могу показать вам свою лабораторию?» «Предложил я!» «Покажите!» «Мы прошли в лабораторию!» «Это не была большая лаборатория, ведь серьезные эксперименты я производил в заводских лабораториях, но в ней было все, чтобы искать ломать!» «Фрезер был поражен!» «Да, у вас!» «А еще молчали!» «Ну вот что, Карл!» «Вы это все приводите в порядок!» «Занимайтесь там наукой!» «Что-нибудь такое делайте, чем и довольны занимались!» «Для вида!» «Если заинтересуются!» «А лучше вообще и визу Пе показывать!» «А к нам и за всем!» «Лаборант нужен!» «Пришаю!» «Мне помогал Ян!» «Я пришлю к вам мальчика!» «У меня есть один по примете!» «А нам, нам очень нужен!» «Такой материал, понимаете?» «Да, понимаю!» «Это элементарно!» «Но пам нужно много!» «Сказал Фрезер!» «У Меппи есть подвал!» «И в нем можно работать!» «В нем работали не совсем удачно, правда, но МПО Говиков подряд!» «Никогда я еще не видел такого исполнительного механизма, одним из действующих частей которого я стал!» «Внизу, в подвале, сваривали трубы!» «Фрезер присоединил сварочный аппарат к какому-то кабелю под нашим тротуаром!» «Он был хорошим специалистом-электриком!» «Я произвел несколько предварительных опытов, дал задания на сырье!» «И должен сказать, что у меня не было случая нехватки каких-либо матерналов!» «Иногда ко мне никто не приходил, и я спал, держа на ночном столике взрывную машинку, на случай, если ко мне пожалуют гестапо!» «Какое-то необыкновенное спокойствие воцарилось в моей душе!» «И когда издалека доносились взрывы, когда мимо меня проносились немецкие санитарные автомобили, я особенно крепко спал в такие ночи!» «Я мстил за Сёпя, за сына, за свою страну!» «Фрезер иногда приносил мне чертежи различного рода взрывных устройств!» «Я должен был дать свое заключение о нужных составах взрывчатых веществ!» «Это были очень сложные мины, чаще всего замедленного действия, с отпиленными от динамиков пластинками магнитного сплава!» «А наверху, в своей заброшенной лаборатории, я занимался пустяками, производил для вида какие-то опыты и просто для того, чтобы стереть пыль с приборов, ино!» «И когда я посылал статьи в немецкие научные журналы, статы мне немедленно возвращали, но я хранил квитанции по случаю обыска!» «Дом наш был очень хорошо расположен, им никто не интересовался, а может быть, от меня исходило такое спокойствие, что никому и в голову не приходило за поло зрить что-либо!» «Сыграло здесь роль и мое фломапуское происхождение!» «Национальная привилегия в этом смысле меня вполне устраивала!» «Пришли годы, в один из сентябрьских дней 1944 года Фрезер сообщил мне, что лаборатория переносится в друтое место!» «Ночью ко мне пришли люди из отряда сопротивления и начали осторожно разбирать установку для получения взрывчатки!» «Они почти неслышно работали ключами, по все же я попросил Фрезера постоять у двери и послушать, не очень ли мы шумим в подвале!» «Привет!» «Эсаню!» Ай вошел в дом, прикрыл дверь. «Ну что же мы стоим?» «Приглашай!» «Я знаю, что ты по меня сердишься!» «Но разве я виноват?» Мы прошли вместе с Вольфгангом поверх. Он загляп пул в гостиную, которую я не убирал, и осветил фонариком стол. «Ты пьешь, Карл?» – спросил Вольфганг и внимательно взглянул на пачки сле. «Не будешь?»